и нажали начать вебинар так все господи извини пожалуйста я не поняла да здравствуйте коллеги у нас возникла небольшая техническая накладка поэтому мы задержались прошу прощения меня зовут перфиль его татьяна игоревна я тренер компании гельтек практикующий косметолог скажите пожалуйста как меня слышно как меня видно давайте проверим технические характеристики все ли у нас нормально если меня слышно и видно нажмите пожалуйста огонечек все спасибо вам большое благодарю вас ирина так давайте тогда поговорим о таком моменте как знакомство наверное взаимное я уже представилась меня зовут татьяна и мне интересно было бы знать кто вы вы практикующие специалисты вы пока может быть только учитесь работаете вы с телом или с лицом может быть вы универсалы и возможно вы ну не являетесь косметологами или массажистом а просто ну решили расширить свой кругозор уточнить какие-то истории может быть собираетесь на процедуры и решили уточнить как их совмещать с лазерной эпиляцией подскажите пожалуйста кто вы и пока вы отвечаете я наверно напомню что всем участникам вебинара кто у нас зарегистрировался в течение недели будет специальный промокод я сейчас его вышлю он звучит как к лету это будет 10 процентов дополнительно к вашей ну к вашей цене вы получите дополнительную скидку он будет действовать с 5 по 11 число сейчас я напишу его в чат ирина да я вижу вы косметолог что вам интересны совмещения так анна да вы заканчиваете курс по косметологии отлично а планируете по эстетике работать дальше или планируете работать под да вы по среднему медицинскому то есть вы сможете и лазер делать если будет желание аппарат q и эстетику поняла вас так елена вы интересуетесь для себя уходом елена а вы планируете лазерную эпиляцию или вы просто хотите уточнить по поводу ухода по каким-то там нюансом да так эстетика и аппарат обязательно лазер позже поняла вас анна так именно уход лица да елена я надеюсь что вы получите необходимую информацию по уходу лица если нет у нас будут еще более расширенные семинары допустим сейчас анонсирую на мои коллеги будут читать допустим 24 числа эльвира викторовна будет читать особенности ухода за кожей с куперозом если кого-то интересует эта тема у кого-то есть пациенты или возможно кто-то столкнулся с таким нюансом у себя то приглашаю к ней посетить посетите заговариваясь мне сегодня просто второе обучение простите пожалуйста я могу немножечко заговариваться и 14 числа кстати а если есть пациент из проблемной кожи или возможно вы обладатели проблемной кожи 14 числа будет как раз лечебно-профилактический уход у нас читаться в cdk и 26 числа если не ошибаюсь будет вебинар по неинвазивной трансдермальной доставки активных компонентов методов иона фореза будет читать егорова ирина викторовна так она вы пользователь начали проходить курс лазера и просто интересно поняла то есть у нас здесь и косметологи и пользователи давайте тогда начнем и будут если вопросы в порядке повествования вы пишите мне их я постараюсь просматривать и оперативно отвечать сейчас себе я приготовлю рабочее немножко пространство куда буду подглядывать чтобы не сбиться с мысли и и коллеги давайте начнем смотрите у нас ну это наверное такие истории всесезонные но как правило пациенты к нам наши гости подопечные обращаются с такими историями как и беспокоит сухость шелушения гиперкератоз еще очень часто знаете есть такой момент обращения но как правило он не летом происходит он происходит в осенне-зимний сезон вернее даже не в осенне-зимний я его чаще всего наблюдаю как раз перед праздниками перед новым годом и весной это когда вот морщины а по морщинам обращаются что вот что-то мне не нравится вот гусиные лапки как-то вот уже как-то я постарела постарела и вот этот момент постарела хочу что-то сделать зачастую пациенты даже не могут выделить что их не устраивает приходится задавать уточняющие вопросы чтобы вы хотели изменить да что вот конкретно давайте мы посмотрим зеркало прям укажите пальцем пожалуйста вот этот вот наверное запрос по весне но лично у меня очень часто еще есть такой нюанс как уставшая кожа это тоже очень часто бывает весной когда после зимних стрессов периодов будут обращаться пациенты обращаются с целью привести реабилитировать кожу у нас еще весенние птички не знаю как у вас у меня бывает когда весной люди внезапно замечают что у них появилась пигментация либо она стала более проявленной то есть зимой у нас так как нет солнца нет инсоляции меланоциты не работают так активно как только у нас появляется солнышко все то что было накоплено инсоляцией курортами отсутствием защиты должной у нас как раз все проявляется на лице и чистки лица и акне наверное это всесезонная история чистки лица но те гости наших кабинетов которые к нам приходят редко как правило делаю чистки лица по каким-то ну таким знаменитым знаменательным событиям до перед праздниками после зимы перед летом или там бывает после отпуска делают чтобы почистить лицо акне у нас ну помним что эта история достаточно хроническая но зачастую у нас она бывает не внесезонная есть ряд пациентов которые обращаются как раз тоже перед летом потому что ну приходится уже раскрываться уже так плотно макияжем не будешь пользоваться обычно они любят ну камуфлировать какие-то изъяны эстетические плотными тональными средствами я оговорюсь не все так делают конечно но есть такие любители вот и самая наверное такая история но знакомая многим это целлюлит и коррекция фигуры особенно это когда задумываешься перед тем как ну скоро сезон купальников что-то наверное надо делать и поделитесь пожалуйста понятно что это не все проблемы с которыми обращаются в косметологические кабинеты в клинике люди но возможно вы в своем там окружении или у себя какие-то проблемы видите чаще подскажите пожалуйста чем вы чаще всего сталкиваетесь или что вас больше всего беспокоит да еще оговорюсь кстати по поводу гиперкератоза поясню наверное нашим гостям нашим гостям которые ну не косметологи и возможно не погружены глубоко в тему вижу ваши ответы спасибо гиперкератоз это у нас утолщение рогового слоя который дает такой не очень комфортный рельеф не очень он эстетический не ровно ложится у нас с вами тональное средство происходит зачастую при жирной кожи закупорка пор и кожа такая более более рельефная более выраженная то есть нет такого глянца гладкости которой которой бы не хотелось как раз и понятно что никто не приходит в кабинет и не говорит ой вы знаете вот у меня гиперкератоз я хотела бы с ним поработать обычно я слышу такое что то у меня с кожей не то стало она у меня стала какая-то шершавая то есть часто сухости не бывает просто ты трогаешь и понимаешь что это какая-то шершавая то шершавость это неоднородность он идет разного разной толщины где-то потоньше где-то потолще и соответственно у нас этими обусловлена в том числе эффективность там наших процедур и или средств которые мы наносим на кожу да часто бывает вот такой момент ой у меня какая-то кожа стала не такая мне прямо хочется всю снять обновить убрать вот это вот все как будто ничего не проникает все вот лежит на коже это тоже такой момент который может нас заставить подумать о гиперпигментации о извините о гиперкератозе оговорилась читаю просто что вы мне написали в чате ваши ответы и проговариваю ваши ответы в эфир так что вас беспокоит так пигментация окна кожа после зимы уставшие и пигментация поняла я коснусь немножко пигмента скажу о некоторых нюансах так давайте тогда быстренько пойдем дальше чтобы мы успели тогда я рассказала о нюансах лазерной эпиляции смотрите когда ну либо вы приходите наверное кабинет косметолога так как у нас есть и просто те те кого мы называем клиентами пациентами да в эфире и будут наверняка нас смотреть и вы соответственно мои коллеги косметологи хотя я тоже бываю вот пациентами подопечным когда прихожу к своим коллегам обычно как мы начинаем алгоритм приема не знаю работой выделяют ли вам отдельно на это время вам как работающим специалистам условия работы бывают разные иногда выделяют очень мало времени на общение либо практически его не выделяют и приходится в общаться во время процедуры ну обычно что у нас мы собираем анамнез то есть конечно когда к нам приходит за решением какого-то вопроса наш подопечный мы конечно выясняем что его беспокоит как я сегодня вот вас спрашивала с чем вы сталкиваетесь да что вас больше всего тревожит вот и соответственно что мы еще будем выяснять сопутствующего какой идет прием лекарственных препаратов допустим долгое время принимал пациента до лекарственные препараты а может вот он и сейчас принимает какие-то препараты какие какие жалобы бывают еще жалобы не прямые вот как вы мне написали да какие-то сопутствующие возможно на что-то еще жалуетесь да какие заболевания хронические возможно какие-то острые достаточно недавно переносил человек а может быть были какие-то оперативные вмешательства какие-то естественно на чувствительность спрашиваем если чувствительность на какие-то препараты при контакте с чем-то может быть когда кусают насекомые или когда почесался бывает сильная эритема и аллергические реакции то есть все что нас может интересовать в плане здоровья человека который к нам пришел что может повлиять на эффективность процедуры или подсказать какие-то причины второй момент ну если вы со мной не согласны вы мне пишите или там подсказываете что-то ваше мнение пишите второй наверное момент на котором я остановилась тут их можно поменять местами 2 3 либо оставить то есть это не суть важно диагностика кожи и придатков будет для нас важно безусловно мы как также спросим а не было но так как у нас у всех практически маникюр и очень часто гель-лак да или какой-то просто лак на ногтях мы не можем их рассмотреть но мы всегда можем спросить а как ваши ногти да не слоятся ли они не ломаются не было ли каких-то изменений все ли нормально ну и соответственно придат вот ой это я про ногти да и вторые придатки кожи это волосы у нас естественно будем интересоваться все ли нормально допустим после окови да было большое количество и продолжается большое количество пациентов с выпадением волос и это действительно такая прям большая проблема и сразу мы конечно понимаем да если человек перенес такое заболевание там нарушение микроциркуляции естественно это будет нарушение микроциркуляции по всему организму и будет страдать в том числе кожа и вот как мы видели на примере этих пациентов страдают в том числе и волосы то есть это определенный ряд препаратов определенный алгоритм работы с данными проблемами ну понятно что как бы клиники это один подход до медицинские кабинеты другой другой подход но по крайней мере мы можем примерно понять чем мы имеем дело и оценить сколько мы можем помочь с этим вопросом возможно имеет смысл предложить обратиться к еще какому-то допустим параллельному специалисту который будет работать в вопросе восстановления здоровья и естественно мы третий там момент не упускаем какие процедуры домашние и профессиональные делал человек который к нам пришел но я написала делала потому что как правило наши пациенты и наши гости это девушки женщины и гости у нас мужчины тоже бывают но конечно значительно реже и допустим какие процедуры планирует делать наша пациентка а почему я это спрашиваю в том числе допустим в связи с лазерной эпиляцией потому что есть процедуры есть ингредиенты которые обладают фото токсическим действием или допустим являются противопоказанием к лазерной эпиляции и нужно их разносить между собой или допустим девушка недавно делала как была история когда она ко мне пришла на процедуру с использованием химических кислот записалась и хорошо что я у нее уточнила вы спрашивала я не знаю что меня насторожила да почему я вот так вот начала уточнять она сказала что она делала фото омоложение буквально несколько недель назад и у нее очень тяжелая была реабилитация и даже были там локально ожоги она восстанавливала кожу естественно как бы в процедуре мы и отказали потому что это было недавно относительно то есть кожа еще не успела восстановиться хотя видимого повреждения уже не было и безусловно вот такая история могла вызвать дополнительная травматизация могла вызвать пигментацию еще непонятно насколько как бы корректно восстановилась кожа безусловно там требовалась и дополнительная солнцезащита а никак не дополнительное повреждение пусть даже оно было и дозированное так и анализ и коррекция домашнего ухода ну наверное я скажу банальные вещи как капитан очевидность вот но смотрите допустим вот я прихожу на курс процедур я решила что-то сделать и логично что если это там не разовая процедура какая-то который делается там жесткая аппаратная которая требует реабилитации там делается там раз в год раз в полгода да это какая-то уходовая процедура которая будет очень деликатно вести к решению моей проблемы понятно что это будет курсовая процедура и если я не буду поддерживать эффект от усилий косметолога до какими-то препаратами самостоятельно дома либо мой домашний уход не направлен на решение данного вопроса то ну какой-то эффект я получу но буду ли я довольны этим эффектом насколько он устойчив будет это такие большие вопросы на которые нет ответа и безусловно раз мы встречаемся допустим с косметологом раз в неделю может быть даже раз в две недели ну в зависимости от того какие процедуры делают то и уход должен быть достаточно тщательно и грамотно подобран и я бы предположила конечно что подобран он косметологом потому что косметолог знает какие он препараты наносит вам на лицо да и естественно он подбирает что ну какие-то препараты что-то что будет пролонгировать данные эффекты подскажите пожалуйста вот анна ирина там елена вы ну вы написали какой вас вопрос волнует да какая проблема вас волнует а если у вас в линейке домашнего ухода средства которые вам подбирали для решения данного вопроса либо у вас линейка не подобрана но системно на решение данного вопроса и возможно она как-то хаотично сформировалась вот не вот просто любопытно с точки зрения как это вот в реальной жизни происходит потому что мы теоретически понятно что знаем все как правильно но не всегда все так делаем в аптеке spf 50 только защита у вас есть то есть ничего корректирующего вопрос дополнительного у ну то есть у вас нет правильно я понимаю а обращались вы косметологу с данным вопросом ну вот интересно или обратились и допустим был такое бывает и это ну встречается в жизни что возможно вы обратились ну и вас как-то не сложилось до общение или какой-то был опыт не очень допустим позитивный а все поняла вас ирина так и да уточнила я вас тогда неправильно поняла спасибо что вы их подсказали мне отлично да елена вам в цдк подберут препараты которые подходят к вашему состоянию кожи и будут решать ваш запрос по мере сил да потому что мы еще отталкиваемся от состояния кожи и смотрите сухость и шелушение шелушение мы не всегда видим самая частая наверное формулировка это ощущение сухости и стянутости и что нас что нас может спасти и что нам может помочь в салонных или кабинетных процедурах это ультразвуковая терапия это может быть ультрафонофорез введение препаратов с помощью ультразвука либо это может быть очищение ультразвукового ультразвуковым скраббером потому что если пациенту нажалуется на стянутость шелушения и сухость то частое использование какого-то агрессивного очищения нежелательно ультразвук он достаточно нейтральный будет как раз хорошо работать на поверхности на подготовленной кожи если допустим мы будем ну до этого разрыхлим кожу маска энзимной пектиновой допустим или можем использовать гель для дезинкрустации также нам поможет электропорация мне очень нравится вводить увлажняющие гели допустим гель для сухой нормальной кожи нео можем ввести либо можем сыворотку интенсив омоложение ввести а кстати электропорация еще очень хорошо гель концентрат с двухпроцентной гиалуроновой кислотой прекрасно вводится вот инъекционные методики но этот всем известная там биоревитализация допустим биорепарация на конечно смотрим по состоянию кожи пациента ну и уходовые процедуры которые будут направлены на восстановление гидролипидной мантии у нас как раз вот нарушение гидролипидной мантии и вызывает вот этот вот дискомфортный момент ощущение стянутости и шелушения безусловно конечно мы заинтересуемся чем наш пациент чем наш пациент очищает кожу ну я наверное предположу что если присутствует шелушение наверное вряд ли девушка будет использовать плотные тональные основы потому что плотные тональные основы конечно будут подчеркивать какие-то изъяны кожи потом поговорим про эту тему я мне интересно я про электропорацию и самое наверное бережное очищение ну по ему по моему мнению потому что я люблю легкие пенки это гель очищающий который у нас будет содержать кока глюкозит также как и мусы очищающие ну и кроме кока глюкозита будет сок алоэ вера экстракт гамомелиса экстракт зеленого чая будет очень нежно и деликатно очищать кожу еще тут то есть такой нюанс есть ряд пациентов ну и может не пациентов просто ряд людей до которые очень не любят очищать кожу по той простой причине они говорят что у них стягивает кожу но часто когда я задавала вопрос а каким ты тоником пользуешься не говорю что тоником я не пользуюсь и логично что кожа будет стягивать потому что допустим из-под крана у нас течет жесткая не очень хорошо очищенная вода и нам нужно восстановить ph да естественно это будет увлажняющий тоник если мы говорим о сухости шелушения допустим можем предложить тоник с эластином и гиалуроновой кислотой это такой тоник даже не концентрат а он как пред сыворотка гелеобразной и очень его любят пациенты с чувствительной кожей сухой кожей быстро очень снимает дискомфорт допустим keep calm тонер из серии за ю это наша новинка он содержит цинтеллу и экстракт ламинария дает и имеет такой легкий ну вот у меня его сейчас нет ну я думал это он стоит диффузор мелкого распыления и его можно использовать не только нанося на диск а просто методом орошения создавая такую облако вуаль очень комфортно ложится и очень быстро увлажняет и успокаивает кожу и лосьон концентрат нео который с дегидрокверцетином содержит 10 процентов липосомального дегидрокверцетина и будет действовать на увлажнение не только на поверхности но и будет работать на глубокое увлажнение и сывороток что мы при обезвоженной коже в первую очередь порекомендуем это 3d увлажнение с тремя видами гиалуроновой кислоты и тут интересно что они будут все работать на разных звеньях высокомолекулярная будет у нас обеспечивать увлажнение поверхностных слоев кожи низкомолекулярная будет чуть чуть глубже работать а вот сверх малой длиной цепи она проваливается до глубоких слоев слоев кожи до дермы и она стимулирует синтез собственной гиалуроновой кислоты поэтому я и говорила что очень люблю работать интенсив регенерации там содержится как раз такая ультрамолекулярная гиалуроновая кислота и мне очень нравится вводить ее как раз методом электропорации в том числе да и соответственно мы можем гель нео для сухой нормальной кожи использовать не только под аппаратку мы можем его использовать как гель как сыворотку естественно что кожа будет ну с нарушенным липидом нарушенным нарушенной гидролепидной мантии будет требовать каких-то эмолентов на коже чтобы закрыть эти все гели до не терять влагу у нас с глубоких слоев кожи и будем защищать ее и интенсивно питать и увлажнять нам в этом поможет крем восстанавливающий nmf protection который будет содержать как раз церамиды и натуральные элементы натурального увлажняющего фактора который будет восстанавливать как на как раз нашу мантию можем если кожа допустим а не сухая универсальный крем у нас будет увлажняющий дневной крем и увлажняющий вечерний крем потому что ну крем восстанавливающий nmf protection наверное если будет у пациента комбинированная кожа на будет сухость ощущение сухости шелушения стянутости то ему будет дискомфортно тут лучше подойдет увлажняющие кремы и если кожа сухая мы можем еще предложить питательный ламилярный крем кстати крем восстанавливающий nmf protection тоже является ламиниатным по своей структуре из новинок мы можем гель церамид скенсейвер предложить это такое пальто для кожи которая очень быстро восстанавливает кожу и убирает чувство стянутости и чувство такого зуда очень нравится он отопиком для применения и обязательно конечно мы используем так как начинается весна средства с spf мы смотрим на уровень инсоляции уже выбираем spf в соответствии с погодой и у нас незабываем о зоне глаз это будет классический вариант если эта девушка молодая это может быть и гель вокруг глаз но все-таки сухость шелушения наверное но если мы не берем травматичные процедуры или некорректный уход допустим там то все-таки свойственно наверное более возрастным девушкам и это будет крем сыворот для век с эффектом лифтинга либо укрепляющий крем для век с церамидами и пептидами не забываем что у нас должен быть энзимная пектиновая маска в еженедельном уходе из естественно как я упомянула мы можем ее использовать там допустим и под аппаратную процедуру либо можем использовать просто как под уходовую процедуру там есть разные протоколы подбираем его от требования своей кожи и маска аква удовольствие маску аква удовольствие я включила во все протоколы практически но потому что увлажнение требуется всем видам кожи и допустим если жирная обезвоженная кожа и тоже потребуется увлажнение можно пользоваться как раз этой маской она вы знаете очень комфортная и сейчас наверное могут немножко лирическое отступление быстро сделать очень часто ну нам допустим знакомые подруги мамы говорят что ой нет я маски не ношу мне просто некогда я вот тут по дому пока я значит готовлю завтрак я вот тут умылась сама еле успела поесть а вечером мне тоже некогда я готовлю в общем какая маска когда мне за собой ухаживать дело в том что маска я к сожалению не подготовилась до мнение и нет возможности показать но если вы допустим придете к нам в cdk пройдете тестирование кожи попросите тестер с масочкой и выдавите его на ватный диск в допустим это ватный диск да вы давите вы перевернете вот так вот ватный диск из ватного диска она не упадет и не стечет очень плотная текстура поэтому можно спокойно заниматься домашними делами вот и пока вы занимаетесь домашними делами маска работает и она не требует какого-то там и ну она не мешает не требует какого-то дополнительного там придерживания каких-то подтираний она ничего вам не испачкает это абсолютно прозрачная маска и сразу скажу что маску аква удовольствия есть такой нюанс о котором многие забывают нужно наносить плотным ровным слоем слой должен быть не меньше полутора миллиметров ну да не меньше полутора миллиметров плотненько жирненько наносим на себя не жалеем и тогда у нас будет прекрасный эффект она очень быстро впитывается и давайте я пойду быстро дальше я помню про электропорацию постараюсь как раз уточнить так дезинкрустацию под ультразвук да дезинкрустацию под ультразвук подойдет у нас есть гель по дезинкрустацию есть тоник по дезинкрустацию это они в совокупности дополняют друг друга также вот гель для дезинкрустации можно использовать для гальванической чистки лица, если у вас есть аппарат, или, возможно, вы планируете приобрести его. Не видят... Вот подскажите, пожалуйста, Анна, вы написали, что пациенты не видят они, как в итоге отображается. Я правильно предполагаю, что они не видят результата? Вот, потому что мои пациенты, которые я видела, которым я делала курс, электропорации, они видели результат. Единственное, есть такой нюанс, я никогда электропорацию не делаю просто так, она у меня не длится, допустим, 10 минут. Естественно, у меня там этап подготовки, у меня сыворотки еще идут, маски идут, и идет домашний уход, который будет эту программу поддерживать. И вот еще есть такой нюанс, электропорация, тут важна также, как, допустим, в любой физиотерапии, кратность процедур и чистота процедур. Потому что если электропорацию мы будем делать раз в две недели, или там раз в неделю, никто не увидит эффекта. Электропорация все-таки имеет накопительный эффект. Вы знаете, Анна, если вы находитесь в Москве, то приходите к нам в ЦДК, там как раз читают и показывают, читают лекции, показывают практические семинары, и там вы можете как раз очень много таких вопросов задать, с которыми сталкиваются специалисты в ходе своей работы. Да, естественно, но если один-два раза, пациенты еще не увидят результата. Вы приходите, если у вас есть такая возможность, либо посещайте наши вебинары, возможно, будет как раз показ и по электропорации, и с ответами на вопросы. По гиперкератозу я уже упоминала, что, как правило, это такой момент, к которым сталкиваются более возрастные пациенты, либо это пациенты могут быть более молодые и более молодые, но с жирной, плотной, толстой кожей. И, как правило, такое огрубение кожи они ощущают. Что нам может помочь? Это ультразвуковая чистка. Это химические пилинги, которые будут способствовать обновлению кожи и выравниванию как раз его толщины рогового слоя. Еще применяют вакуумную чистку и гидропилинги. Ну, наверное, про химические пилинги вы все знаете. Про ультразвуковую чистку кто-то когда-нибудь все равно сталкивался, может быть, кто-то даже дома имеет ультразвуковую лопатку и делает сам себе ультразвуковую чистку. А что касается вакуумной чистки и гидропилинга? Ну, это тоже достаточно популярная процедура, но не такая частая, потому что она требует покупки более дорогостоящего оборудования. И понятно, что есть оборудование разного ценового уровня. Ну, допустим, самая у нас такая популярная в какой-то момент, даже может быть не популярная, узнаваемая и рекламируемая – это хайдрофэшел, которую рекламируют как такую нетравматичную чистку с очищением комедонов, пор и тому подобное. Вот. Сразу хочу заметить, что там есть ряд тоже противопоказаний, потому что это вакуум, это механическая тоже, там все равно есть насадочка травматизация, то есть есть ряд ограничений. Но есть такой нюанс, о котором, допустим, при проведении процедуры не говорят, ну, как правило, или не пишут в рекламе. Гидропилинги выполняются по сывороткам, которые содержат кислоты. Это АХ-кислоты и БХ-кислоты. И есть там основные сыворотки, а есть дополнительные сыворотки, но, как правило, так или иначе там содержатся кислоты. Поэтому мы всегда учитываем, что при проведении такой чистки нам необходима защита СПФ. Потому что я сразу говорю, что, допустим, тот же Hydrofacial, у них есть программа осветления кожи, борьба с пигментацией или там процедура на выход и тому подобное. Я просто когда-то работала на этом аппарате, знаю его. И сразу скажу, что там, конечно, идет осветление, но это не отбеливание. И там содержатся кислоты. Так же, как и во всех, в принципе, как правило, историях, которые связаны с осветлением гиперпигментации. Вы мне писали, что очень часто спрашивают про гиперпигментацию. И гидропилинг также у нас за счет механического воздействия и за счет кислот выравнивает как раз роговой слой, делает его более ровным. Что обычно, допустим, мы назначим в домашний уход? Ну, мусс с витамином С. Понятно, что мусс с витамином С у нас на коже будет находиться 30 секунд. Витамин С у нас сильно не осветлит, сильно не выровняет, не поработает с кожей. Но, однако, он подготовит кожу как раз для воздействия дальнейших препаратов, которые мы будем наносить. Что предложим или о чем подумаем в первую очередь? Мы, конечно, будем ориентироваться в каждом случае индивидуально на каждого пациента, потому что у каждого у нас своя индивидуальная история, у каждого у нас отдельное состояние, типа состояние кожи, да, оно варьируется, бывают разные комбинации, и состояние кожи у нас меняется и от сезонности, да, тут, допустим, просело, да, состояние кожи, а тут мы гидролипидную мантию восстановили, мы уже можем другие процедуры проводить. Все очень корректируется и очень подстраивается индивидуально. Ну, о чем мы подумаем? Это будет освежающий тоник, допустим, с аха-кислотами. Ну, так как у нас сейчас уже солнышко, то мы, наверное, подумаем о назначении вечером. Там 4% аха-кислот. Будет очень нежно как раз работать, как эксфолиант. На день мы, допустим, можем тоник с коллагеном и алоэ вера предложить, потому что у нас как раз пойдет увлажнение кожи. Или, допустим, можем тоник успокаивающий на утро must-have тонер предложить, если гиперкератоз. Если мы предполагаем, допустим, что у человека, а вдруг будет какая-то чувствительность, хотя там очень комфортный ПАЖ, очень аха, подборка деликатная. Но на вечер, кроме аха-кислот, мы также можем предложить обновляющий флюид альфа-дерм, который подойдет для всех типов кожи. Это флюид ойл-фрии, очень комфортный, деликатный. Будет содержать миндальную кислоту и комплекс аха-кислот. Там ПАЖ у нас не низкий, 4,1. Очень комфортно встраивается, не раздражает кожу. И мы можем, в зависимости от состояния кожи пациента, предложить, допустим, попробовать его ввести 3 раза в неделю. А, возможно, кому-то будет этого мало и потребуется ежедневное применение. Также альфа-дерому мы прекрасно там можем применять в дальнейших программах антивозрастных. Еще что мы можем предложить, это всесезонный гель-пилинг, который у нас есть. Также с миндальной и фируловой кислотой. Это курсовое применение, это профессиональный пилинг. Прежде чем его применять, конечно, нужно будет обязательно ознакомиться с инструкцией. И, наверное, если вы решитесь применять его сейчас, требуется очень тщательная солнцезащита и оценить, насколько вас беспокоит данная проблема. Или, допустим, если беспокоит проблема пациента, насколько он готов тщательно защищаться от солнца и не загорать. Потому что пилинг все-таки хоть и поверхностный, но это кислоты, и они обладают фотосенсибилизирующим действием. Что у нас идет следующее? Обязательно крем по типу кожи, CC-крем SPF 25 или мультипротектор 50+. Потому что мы используем кислоты, нам требуется тщательная защита. И мы также наносим сыворотки или кремы вокруг глаз. Маску энзимного пектинового мы, кстати, можем также предложить использовать пациентам с гиперкератозом. Маску скраб Coffee Break The You. Это маска скраб у нас с энзинами граната и с кофейными частичками, которые гладко отшлифованы и очень деликатно очищают кожу. Но сразу скажу, наверное, что обладателям тонкой чувствительной кожи скрабирующие истории не очень нравятся. И таким образом они, допустим, эту маску могут использовать не как скраб, а просто как маску. Энзимы будут очень мягко работать. Энзим граната работает. Ну, наверное, чуть... Вот у нас маска энзимная пектиновая. Ой, я оговорилась. Я говорила гель, господи. Извините, пожалуйста, я тут оговорилась. Смотрите, маска скраб Coffee Break. У нас будет там энзимы работать чуть-чуть деликатнее, чем пектиновая энзимная маска. То есть вы можете ее попробовать, если вам чем-то, допустим, не нравится наша пектиновая маска. Хотя она прекрасно переносится, и все мои пациенты, и я ее использую. И маска Аква Удовольствия, безусловно, будет как раз поддерживать наш гидрорезерв кожи. И сразу уточню, смотрите, вот мы гиперкератоз проговорили. Там у нас идут кислоты. Вот если к нам приходит пациент, допустим, мы занимаемся лазерной эпиляцией, к нам приходит пациент и говорит, что он, допустим, делает процедуры по выравниванию текстуры кожи, мы сразу будем уточнять, чем он делает, как он делает. Если к нам приходит пациент, который говорит, что я восстанавливаю гидролепидную мансию, допустим, то маловероятно, конечно, там будут использоваться кислоты, ну, кроме гиалуроновой. Потому что первая задача, прежде чем использовать какие-то повреждающие факторы, нам нужно восстановить кожу, а только потом уже думать о каких-то дозированных локальных воздействиях. Так, морщины и птос. Ну, морщины и птос я написала, хотя изначально заявляла, я постарела. Но, как правило, если мы вот так вот возьмем зеркало, скажем, покажите нам, пожалуйста, что вам не нравится, то, как правило, скажут, вот мне нравятся вот эти вот морщинки, а вот у меня вот здесь вот носогубная складка, а вот здесь у меня какое-то западение, возможно, а что-то у меня уже какой-то овал может быть поплывший, а может быть у меня вот как-то шея уже как-то вот не такая упругая, и вообще что-то как-то я сдала. Ну, тут, конечно, важно дать зеркало и покажите мне конкретно, чтобы понимать, о чем говорят. Потому что я постарела, это такой симптомокомплекс, возможно, ну, просто сильная отечность. Такое тоже возможно. О чем мы в первую очередь будем думать, когда к нам придет пациентка такая? Ну, если это какие-то, есть противопоказания, допустим, или у нас нет какой-то аппаратки, мы подумаем об уходовых процедурах. И это будет пептидная косметика, как правило. Либо, допустим, о чем мы можем подумать? Мы можем подумать о каких-то моделирующих масках, если там будет еще сопутствующие возрастные изменения, ну, допустим, каких-то масках, которые будут моделировать овал лица и обладать каким-то дренажным действием. Также мы подумаем о, если там отечность, какие-то возрастные изменения, о массаже ручном или аппаратном. Это может быть с применением массажных средств или без. Потому что вы знаете, что есть сухие техники моделирующего массажа. Тут главное, как бы, правильная техника по, соответственно, там, линиям натяжения. И есть там свои нюансы с работой с тем или иным типом кожи. Массажисты меня поймут. Кто очень плотно работает на массажах, допустим, не только на эстетике. О чем мы можем подумать, допустим, еще? Химические пилинги. Химические пилинги у нас есть же не только альфа- и бета-гидроксикислоты, но у нас есть, допустим, ретиноловые пилинги, когда назначают в салонах, в клиниках, но это в зимний период. Конечно, это уже не сезон сейчас. Но, допустим, если приходит пациентка и говорит, что немножечко рельеф кожи ее не устраивает, вот хочется с тонкими морщинками поработать, еще можно поработать с поверхностными пилингами при условии защиты. Чем мы можем вводить какие-то активные ингредиенты? Это у нас будет ультразвук, электропорация. А вот о микротоковой терапии я хочу сказать отдельно. Кстати, рекомендую очень посетить, когда в ЦДК будет читать, когда будут читать у нас в ЦДК микротоковую терапию, очень подробно рассказывают, дают большой теоретический и практический блок. По факту микротоковая терапия, это, ну, если совсем утрировать, это естественное омоложение лица. Вот все, кто у нас говорят, что я за естественное старение, вряд ли они хотят постареть, естественно, как наши бабушки, когда выглядят из-за стрессов, каких-то условий не очень хороших, может быть, зачастую, чем сейчас в этом возрасте выглядят их внучки, хотя возраст был один и тот же. К сожалению, тогда было меньше возможности, чем сейчас у жительниц наших городов, жительниц наших стран, потому что, возможно, меня будут смотреть коллеги и из других стран, возможно, вы присоединились, чтобы тоже поговорить на темы по лазерной эпиляции и уходу. И микротоковая терапия, это тоже курсовая терапия, и когда мы будем предлагать пациентке эту терапию, мы, да, можем говорить, что с первой процедуры она увидит лифтинг, и это будет процедура, допустим, на выход. Но эта процедура отсрочная, это та процедура, которая будет работать на внутреннюю молодость, то есть это будет восстановление функций клеток. И не надо делать эти процедуры, конечно, разово, и говорить о том, что не будет эффекта, или я не вижу эффекта, потому что эффект накопительный, и как каждую там физиотерапевтическую процедуру, ее нужно проводить курсом с определенной кратностью. О чем мы говорим? Инъекционные методики. Ну вот тоже у нас процедура, которую тоже нужно проводить с определенной кратностью. Хотя зачастую многие говорят, я больше делать не буду, я уже с одной процедуры увидела прекрасный эффект. РФ-лифтинг и смаз. Да, микротоки, да, хорошая история. А по каким составам вы делаете микротоки? По какому гелю? Антикуперозный гельтек, да, правильно я понимаю? И РФ-лифтинг и смаз. Смотрите, если вы не сталкивались с РФ-лифтингом, ну, есть разные системы, есть системные, системы очень сильные, которые там делаются там раз в полгода, раз в год в клиниках, допустим, там в косметологических кабинетах стоят системы более слабые, это не значит, что они хуже, да, просто требуется большее количество процедур, ну, и там и стоимость процедуры, конечно, гораздо приятнее, чем вот стоимость той процедуры, которая разделается раз в год, да. И РФ-лифтинги, там, допустим, если в кабинетах, они бывают там, как правило, двух типов, это такие, которые присасываются мультиполярные с вакуумом, и они еще плюс лимфодренаж делают, вот, а либо вот такие вот штучки, такая вот штучка, да, вот здесь вот такие манипулки, металлические, просто вводятся по гелю, достаточно плотному, ну, это можно там, допустим, по медиогелю, ну, работать, либо по другому плотному гелю, также для РФ-лифтинга у нас, кстати, подойдет и гель увлажняющий, и гель антиовозрастной, если мы хотим, как раз, чтобы какой-то препарат, не нейтральный, полежал на лице, поработал. А, для зрелой кожи вы делаете. Спасибо вам за вашу обратную связь, потому что очень приятно, ну, узнать, что, как бы, не только есть такие разочаровывающие отзывы, потому что, как правило, ну, как часто, знаете, говорят, что чем-то, что понравилось, поделятся один раз, а тем, что не понравилось, поделятся десять раз. Вот, и такой создается эффект, что как раз, ну, там, допустим, чем-то разочарованных людей гораздо больше, чем довольных. И смотрите, РФ-лифтинг, кстати, по поводу купероза, РФ-лифтинг нельзя делать пациентам с куперозом, либо нежелательно. Мы обходим вот эти вот участки, где у нас идет эритема, либо как-то надо локализовать эту историю и укрепить сосуды, потому что РФ-лифтинг будет прогревать у нас ткань на глубине. И есть еще такая процедура, которая часто делается пациентам, кто недоволен овалом лица, для компативизации жировых пакетов, для того, чтобы как-то все подтянулось, натянулось, стало на место. Это смаз-лифтинг, это сфокусированный ультразвук. Это не тот ультразвук, которым мы вводим наши гели, это совсем другой ультразвук. Вот, и что мы можем предложить в условиях кабинета, либо в домашний уход, причем эффективное, чтобы наш пациент был доволен и не сказала, что ты это за ерунду мне предложила, я не вижу эффекта. Сразу оговорюсь и рекомендую сразу вот несколько раз прям говорить нашим пациентам, что пептидная косметика, она не действует сразу. Ей нужен накопительный, накопительный такой период. Она начинает действовать примерно через месяц. Вот, естественно, более яркий результат, конечно, пациент увидит там через полтора, уже два месяца, но он увидит уже там результат через месяц уверенный достаточно. И что мы можем предложить? Ну, понятно, что мы очищаем кожу, тонизируем ее. Что у нас идет? Актив лифтинг с полуланом. Это дает прекрасный, идет на кожный лифтинг. Наносим эту сыворотку на все лицо, включая шею. И если наши пациентки достаточно, ну, 30-летние, допустим, еще лицо все-все прекрасно, да, вот шея как-то вот уже как-то мне немножко не нравится, да, вот что-то как-то вот хотелось бы все-таки уже о ней позаботиться, то мы рекомендуем наносить актив лифтинг регулярно, и уже она увидит значительное улучшение примерно через месяц. Понятно, что кожа не станет как у 16-летней, но станет значительно-значительно лучше. Концентрат 5 пептидов. Ну, понятно из названия, что у нас там 5 пептидов, там и ботулоподобные пептиды, и регуляторные пептиды, и пептид меди. Вот, они все действуют в синергии. И на возрастной коже такая вот совместная работа, там еще есть, соответственно, уходовые компоненты, такая совместная работа, насколько возможно зрелую кожу улучшить ее внешний вид и достигнуть каких-либо результатов. Вот эта сыворотка дает. Понятно, что все мы ограничены возможностями организма, и, наверное, тем моментом, когда к нам пришел пациент. Есть истории, когда, вот чем раньше пришел на профилактические какие-то истории, на поддерживающий пациент, тем лучше, естественно, что мы не можем, мы не машина времени, мы можем отмотать время назад, мы можем только работать с тем материалом, который, вот, который есть у нас, под руками, в руках, да, я имею в виду, вот, вот, как, вот, какой материал нам принесли, такой мы материал и улучшаем. Вот, поэтому требуется еще совместное усилие, кроме кабинета, наших гостей, потому что, конечно, уже с выраженными возрастными изменениями очень тяжело бороться. Из интересных еще препаратов у нас есть гель Меорелакс. И с другой стороны можно подумать, а вот есть еще там, допустим, гель с БТА-эффектом, а в чем разница? Ну, допустим, Меорелакс, там содержится 10% аргелиина. Это очень высокий процент. Он очень высокоэффективно работающий. Когда мы наносим на зону мимической активности, понятно, это не ботокс. Вот, то есть это не инъекционная процедура. Он у нас действует достаточно поверхностно. Он спотанную мимику уменьшает, но он не блокирует мышцу, в отличие от инъекционного ботулотоксина. То есть понятно, что там блокировка временная, там просто идет прерывание передачи нервного импульса временная, пока она там потом восстановится. Но тут просто мягкое воздействие. Меорелакс не имеет вообще никаких противопоказаний. Пожалуйста, можете там и достаточно молодым пациентам назначать. Бывает и в молодом возрасте очень сильная мимика, выраженная, такой гиперкинетический такой момент может быть у вашего подопечного. И действие наступает достаточно быстро. По отзывам кто-то видит даже через две недели уже такое ощущение, что как будто мимика стала аккуратнее. А гель с БТА эффектом можно назначать, допустим, подаппаратку, допустим, введением тоже электропарации. Либо мы можем назначать топическое нанесение. Там, понятно, будет более мягкое действие. Но за счет чего там преимущество этот препарат будет иметь. Там содержится у нас гидролизат коллагена и эластина. И он будет работать с качеством кожи. Будет как раз кожа под глазками становиться более плотной, аккуратной, более ухоженной. Из дренирующих у нас компонентов в геле-моделирующем для нижней третьей лица есть прекрасные наши экстракт каштана, экстракт плюща и тому подобное. А, троксирутин еще содержится. И, безусловно, оказывает очень хороший дренажный эффект. Сразу говорим, что если у вас есть второй подбородок, и, соответственно, помним, что у нас здесь жировой пакет. Любая жировая ткань у нас тянет воду, и она ее задерживает. Жировая ткань легко достаточно отекает. И у нас есть предрасположенность, допустим, к отечности. И у нас вот здесь какая-то неаккуратная история, которую хочется поправить. Значит, мы с ней регулярно работаем каждый божий день и утром, и вечером. Наносим гель-моделирующий для нижней третьей лица массажными движениями и делаем еще лимфодренажный массаж и утром, и вечером. Хотите в течение дня научите своих пациентов либо можете предположить им поискать где-то у нас на канале YouTube был лимфодренажный массаж. Потому что лимфодренажный массаж, не знаю, не открою, наверное, секрет, его можно делать либо по сывороткам короткие, по каким-то гелям, а можно есть движение, которое можно делать на сухую, которое можно делать хоть в самолете, хоть в поезде, хоть когда. То есть руки наши всегда с нами, мы всегда можем себе помочь. Сделать себе лимфодренаж, сделать себе аккуратнее лицо и предотвратить растяжение тканей и растяжение связок. Сыворотка интенсив омоложения. О ней я уже упоминала. Там содержится ультрамолекулярная гиалуроновая кислота, там содержится у нас фитокультура, которая будет давать сходные действия, как стволовые клетки. И будет бета-глюкан содержаться, содержится, вернее, он не будет содержаться, он содержится. И будет опосредованно работать на улучшение иммунитета кожи. То есть в целом как раз у нас задействуется программа интенсивного омоложения и естественного омоложения. Используются свои естественные механизмы кожи. И, наверное, это, я не знаю, какая-то волшебная палочка антиэйдж-медицины. Это препараты с ретинолом. Это ретидерм. Не знаю, сталкивались вы или не сталкивались, но тем, кто сейчас озабочен вопросом пигментации, советую прислушаться. Смотрите. Вообще ретинол является компонентом антиэйдж, антиэйдж, но при этом его используют для коррекции акне. В чем его преимущество? Он заставляет зрелую кожу работать как молодую. Там у нас кроме ретинола двух видов, свободного или пассамального, содержится еще неоцинамид и витамин С в высоких концентрациях. И когда они все действуют втроем, это получается и осветление кожи, и улучшение ее текстуры. Это разгоняются все процессы, то есть усиливаются все процессы. И мы заставляем кожу работать, зрелую кожу заставляем работать как молодую. Если у нас есть пациенты зрелые уже, допустим, мы предполагаем, что скоро будет менопауза, то, конечно, ретидером будет работать для профилактики у нас уменьшение коллагенового каркаса, потому что профилактика в антивозрастной косметологии очень важный момент. Пациенты, которые используют пептиды, которые используют ретинол в своей практике косметологической, у них, допустим, после того, как происходит менопауза и просто обваливается коллаген, качество кожи очень значительно и резко ухудшается. Вот они отмечают, что у них кожа, допустим, более лучшего качества, чем у, допустим, их знакомых подруг-сверстниц, которые не придерживаются таких полезных рутин. И сразу, наверное, оговорюсь, когда, если вы задумаетесь о введении ретидерма, не вводите его бесконтрольно. Он требует определенного состояния кожи, он требует очень тщательного, ну, и тщательного введения, да, то есть очень аккуратно вводим, вводим, ну, это не препарат, который нужно сейчас весну вводить, сразу скажу, потому что солнцезащита максимальная, на солнце не появляемся, не гуляем, не загораем, избегаем любого загара, мы, как бы, не думаем, допустим, об отпуске, если мы боремся с пигментацией, по той простой причине, потому что и так уже повышена чувствительность кожи к солнечным лучам, есть определенные нарушения меланогенеза, и, безусловно, это нужно учитывать. Кстати, ретинол еще, вот я говорила, используется как раз при терапии акне, как топические средства, и очень частый отзыв у потребителей, в том числе потребители бывают же, и наши дерматологи-косметологи, жирная кожа акна бывает у всех, независимо от профессии, что зачастую этот препарат переносится гораздо легче, чем аптечные средства. И есть двух дозировок он, это 0,25 и 0,5, и, естественно, даже если вы со знакомы с ретинолом, им пользовались, мы начинаем использование с 0,25. Попользовались какое-то время, поняли, что кожи там дошли до максимальных дозировок, а максимальная дозировка, это у нас не ежедневно, ежедневно мы не рекомендуем принимать, ну, применять ретинол, только если ваш ведущий косметолог именно назначил такую схему. Он знает, зачем это, он несет за это ответственность, да, потому что возможны определенные неприятные моменты, да. Ретинол у нас повышает чувствительность кожи, в том числе и на ретиноле бывает ретиноевый дерматит. Довольно нередкая история, если не придерживаются каких-либо рекомендаций. Сразу хочу заметить, что ретинол мы не применяем, если у нас беременность, лактация или планируем беременность. Есть некие нюансы, наверное, я скажу это сейчас, потому что не все очень внимательно читают инструкции. Значит, если вы умы... То есть вы решили или вам назначили применение ретидерма, значит, вы умываетесь, пользуетесь тоником, и это будет тоник не с ахокислотами. Ретинол мы применяем только на ночь, днем мы его не применяем, да. Мы каким-то нейтральным тоником, там, увлажняющим, допустим, восстановили ПАЖ кожи, и мы ждем 30 минут, пока наш ПАЖ кожи действительно восстановится. Не просто вот мы протерли тоником и нанесли ретинол. Ждем, ПАЖ наш восстановился. Наносим сыворотку ретидерм 0,25. Она кремовой текстурой, очень комфортной, вокруг глаз мы ее не используем. Вот. Она впитывается, и зачастую не требуется дальнейш... Кожа не просит нанесения какого-то дополнительного крема. Но если вдруг кожи мало, и она просит нанесения какого-то дополнительного средства, допустим, крема, то мы можем нанести крем не ранее, чем через полчаса. То есть промежуток от получаса до часа. Ну, минут 40, в принципе, нормально. Таким образом, мы минимизируем какие-то возможные негативные последствия от применения ретинола и даем коже стимуляцию и увлажнение. Если есть вопросы, задавайте. Я уже чувствую, что... Я, по-моему, не укладываюсь полтора часа. Но я сейчас постараюсь достаточно быстро. Просто о ретиноле очень хотелось подробно сказать, потому что были запросы. И ретинол как раз решает и вопросы с акне, и с гиперкератозом, и с тоном лица, и с цветностью, и с пигментацией. Вот. Я еще дальше буду про пигментацию говорить. Так. Естественно, у нас применение крем по типу кожи. CC-7... CC-крем 25. Я уже все заговариваюсь. Вот. И сразу скажу, если вы применяете ретинол, то у вас SPF должен быть повыше. То есть, допустим, там, если без применения ретинола, ну, при инсоляции, там, 3-4, может быть, там можно было SPF 10, да, там назначить классический, там, ну, классический европейскую защиту. То есть, если вы применяете ретинол, то я бы меньше 25 не назначала, и то бы, может быть, 30 или 50 сразу назначила, потому что мы подстраховываемся от дополнительной пигментации и усиление фоточувствительности. Ну, возможно, это я такой, знаете, страховочный косметолог, но я считаю, что иногда лучше перебдеть. Хотя по регламенту можно полегче, но когда мы работаем с проблемами достаточно глубоко и интенсивно, действительно, я считаю, что мультипротектор SPF 50 или праймер SPF 30 будут очень кстати. Ну, естественно, мы ухаживаем за зоной глаз, пользуемся масочкой и энзимной, и акваудовольствием. Да, я согласна, не все на него решаются внутрь применять. Безусловно. Но, смотрите, когда идет момент решения применения его, это системные ретиноиды, его применяют при, скажем, при тяжелых формах акне. Есть ряд косметологов, дерматологов, которые, ну, любят применение системных ретидоидов, и оно зачастую бывает действительно обосновано. И это все, естественно, делается под контролем анализа. Но есть применение не системных ретиноидов, а топическое, наружное. И как раз ретидерм к этому относится. Это как раз топическое средство, которое зачастую, вот я недавно говорила с коллегой, и она сказала, что, по ее мнению, оно гораздо, вот наше средство, ретидерм 0.25, гораздо эффективнее, чем она применяла. Я не буду называть, какое средство аптечное с ретинолом, но наш, она сказала, эффективнее. Вот, вот такой вот отзыв я получила в личной беседе. Да, это из обратной связи. Ну, смотрите, пилинги, к ним тоже надо готовиться. Это раз. И пилинги, ну, там есть разные пилинги. Иногда ретинол лучше применять вот достаточно такими, ну, домашними, можно сказать, уходами, да, сыворотками назначать. Потому что, если кожа не подготовлена, мы можем получить на, скажем, на ретиноевом пилинге, ну, вы знаете, да, мы можем получить иногда эффекты не очень приятные. Да, это возможно, что либо гель подействовал. А каким вы гелем пользовались вокруг глаз? Потому что, если у вас повысилась чувствительность, может быть, вам, допустим, крем вокруг глаз церамидами, а гель именно для снятия отечности, вы использовали. Правильно я понимаю? Смотрите, если повысилась чувствительность вокруг глаз, тут это может быть действительно временный эффект, что момент привыкания к коже. Либо есть еще такой, мы, конечно, не исключаем, и это тоже высокая вероятность, что подействовал препарат, увлажняющий гель, тек-гель, тоже так возможно. Но, наверное, тогда я бы с церамидами временно порекомендовала в моменты усиления чувствительности препаратами с церамидами пользоваться в зоне вокруг глаз. либо может быть чуть-чуть подальше отступать. Вдруг, возможно, вы немножко близко подошли, хотя, конечно, это маловероятно, но всякое бывает. Так, по уставшей коже. Смотрите, когда мне говорят уставшая кожа, вот я поделюсь, что в первую очередь могу предположить я. А скажите, вот что вы думаете, вот когда, допустим, пишет вам, ну, ваша пациентка какая-то или первичная, да, что вот мне к вам рекомендовали обратиться, и вы спрашиваете, не видя ее, вот, а что вас беспокоит, а у меня какая-то уставшая кожа. Вот, о чем бы вы в первую очередь подумали, о каких моментах связанных, да, что бы у нее могло быть. А я сейчас скажу, какая рисуется у меня картина всегда, когда говорят у меня уставшая кожа. Смотрите, отсутствие ухода, обезвоженное. Я с вами соглашусь, в первую очередь я думаю о том, что это поверхностная обезвоженность. Пусть эта кожа может быть не сухая, но у нее какой-то такой момент уже, отсутствие какого-то блеска, отсутствие сияния, какая-то, ну, тусклость, микроциркуляция уже, значит, как-то не так, да, что-то с ней не то. Вот нет этого лайковости гидролепидной мантии, когда она сияет, такая ухоженная. И чем мы можем помочь уставшей коже? Понятно, это уходовая процедура с эффектом сияния, это, скорее всего, витамин С, и, возможно, допустим, там будут также какие-то легкие кислоты. Это если мы говорим про салонах. Потому что часто бывают там прям протоколы, вы знаете, да, что вот нанеси одно, второе, третье, а мы все работаем, ну, люди работают на разных марках, меня будут смотреть коллеги, которые работают на разных марках, и очень часто там есть, допустим, протокол, ну, я не знаю, для сияния, для какого-то цветности лица, там содержатся в небольших концентрациях какие-то там ахокислоты. И, естественно, самая популярная история для осветления, выравнивания тона кожи, это у нас будет витамин С. Что еще будет стимулировать кожу? Это будет стимуляция РФ-лифтинга, потому что там будет улучшаться микроциркуляция, там будет прогрев ткани, там будут улучшаться метаболические процессы, конечно, РФ-лифтинг имеет ряд своих противопоказаний, вот, но там будет эффект такого оживления. Конечно, он направлен немножко на другое, сама процедура, но эффект какого-то более бодрой кожи наши пациенты увидят. Это введение ультразвуковой терапии, микротоки, вот, то есть мы можем вводить микротоками разные-разные наши сыворотки и тоже будет как раз оживлять кожу. Также электропорация, массаж прекрасно будет работать, потому что там будет задействована микроциркуляция и уставшая кожа, кстати, бывает немножечко пастозная такая, то есть это может быть не явно видно, но после того, как мы сделаем грамотный массаж, сделаем хороший дренаж, потом сделаем там грамотные разминания, да, у нас там, допустим, с эффектом делаем лифтинговые движения, как раз человек выйдет такой порозовевший, аккуратненький, кожа будет сиять, допустим, на массажных средствах, если плюс там еще что-то до массажа делали, то есть он увидит хороший такой уходовый эффект. Вопрос, конечно, ну, насколько хватит этого эффекта, но эффект будет. и инъекционные методики, ну, там уже разные препараты, разные методики, работа с обезвоженностью, работа с микроциркуляцией, введение каких-то, допустим, витаминных коктейлей, это уже отдельная история. Понятно, что у нас очищение, и что у нас с очищением. Вот при уставшей коже мы добиваемся, чем очищают, как очищают, потому что зачастую идет недостаток ухода, либо неправильный алгоритм ухода. Вот, и у нас начинается обезвоженность, она еще не перешла там на какую-то сухость, нарушение гидролюбидной мантии, но мы уже на этом пути. Вот, тоник обязательно, безусловно, и тоники это будут направленные на увлажнение. Соответственно, сыворотка 3D-овлажнение, увлажнение, актив лифтинг, концентрат 5-пептидов, миорелакс, гель-моделирующий мы говорили, про интенсив омоложение говорили, и, возможно, мы смотрим, да, что с пациентом, возможно, это может быть ретидерм, но понятно, сейчас, конечно, у нас близко лето, это мы говорим про будущее, да, ретидерм, хотя, с другой стороны, вдруг меня смотрят коллеги с другого полушария, у них, вот, у нас лето, у них скоро зима, вот, если я ничего не путаю. Вот, естественно, что если мы применяем какие-то истории, допустим, с кислотами, аха, обязательно повышенная, но мы не забываем о том, что у нас кожа в стрессе, уставшая, которая подвергается еще какой-то дополнительной, каким-то дополнительным излучением, да, солнечным, могут нам выдать в какой-то момент накопленный, вот этот вот, стресс оксидативный, накопленные наши повреждения во всех клеточках, и они могут нам дать гиперпигментацию, поэтому, когда мне заявляют, что вот я всю жизнь загорала без СПФа, и все было прекрасно, я им прекрасно верю, вот, просто в какой-то момент что-то пойдет не так, и, увы, это будет не очень приятный момент. Так, так, ну, понятно, по кремам, маскам, маска удовольствия, все понятно, и почему, кстати, я про лимфодренаж сейчас отвечу, почему я говорю про, всегда про маску энзимную, потому что, если у нас идет гиперкератоз, идет наслоение неотмерщих клеточек, то все средства с пептидами, все активы у нас хуже проникают, поэтому мы поддерживаем наш роговой слой в оптимальном уровне и стараемся, чтобы он излишне не утолщался. Так, сейчас посмотрим. Да, вы знаете, есть такой момент, что, ну, я даже не знаю, давайте тогда отступлю, просто это, сейчас постараюсь кратко объяснить, у нас начинаются возрастные изменения, сосудистых изменений, и они не видны глазом, то есть, понятно, что историю с куперозом мы, ну, видим так или иначе, но вот именно сосудистые изменения мы не видим, сначала страдают самые-самые тонкие лимфатические сосудики, вот, и мы видим, допустим, первые возрастные изменения как раз в коже вокруг глаз, как раз у нас там более тонкая кожа, и мы наблюдаем, что там бывает легкая отечность, как-то синева, что-то не то пошло, вот это вот у нас история начала сосудистых изменений, она бывает часто, чаще, чем бы хотелось, поэтому лимфодренаж мы можем делать всем в любом возрасте, это профилактическая история, а если мы видим уже пастозное лицо, то это прямые показания к постоянному лимфодренажу, вы знаете, честно говоря, я классикой по хабадзе не работаю, я работаю лимфодренажными техниками, и работаю, ну, вот у меня в арсенале миоструктурный массаж и хиропластический массаж поземсковой, и вот я вот этими вот историями прекрасно вот жонглирую и прекрасно, ну, работаю, ну, там есть еще ряд техник, но просто они довольно специфические, и они не всем подходят, а вот лимфодренаж подходит всем, и можно, допустим, усилить действие, допустим, той же альгинатной маски, тот же лимфодренаж можно сделать в том числе там по гелевой маске, да, по тканевой маске, пожалуйста, и у нас есть еще такой момент, что мы все, к сожалению, находимся, ну, там, в той или иной степени в стрессе, да, там, это какой-то офисный стресс, это там стресс, связанный, ну, с разными обстоятельствами, может быть, может быть, он острый или там хронический какой-то, но у нас ведь есть такой момент этого стресса, и когда мы делаем плавные, предсказуемые движения, да, там, с надавливанием определенным, то наша нервная система начинает как-то стабилизироваться, ну, есть пациенты, конечно, которые не любят тактильные прикосновения, есть ряд, допустим, наоборот, так называемых недоглаженных пациентов, да, тут очень все сильно зависит от того, что мы делаем, возможно, вы сами замечали такой момент, ты приходишь к одному массажисту, я даже не про лицо говорю, да, все-таки лицо это какая-то такая зона, хотя тело это тоже интимная зона, да, но приходишь к какому-то массажисту, и вот, когда он работает, ты не можешь расслабиться, или там, к массажистке, да, вот, а бывает, да, да, очень большой курс, у них было сначала 4 ступени, теперь, по-моему, 6 ступеней они сделали, отвлеклась, и, допустим, приходишь к другому специалисту, и я советую обратить на вот этот темп работы, я говорю про грамотных специалистов, которые работают с точки зрения физиологии, анатомии, потому что, ну, это нужно принимать во внимание, еще есть такое понятие, как нейроседативный массаж, и он очень хорошо работает, но вообще, у Земсковой, допустим, есть, ну, все массажи нейроседативные, я бы так сказала, потому что, есть такой момент, как бы, наша нервная система, она очень взаимодействует со всеми нашими, она регулирует все наши процессы в организме, поэтому я считаю, что, в той или иной степени грамотный массаж, он просто нужен всем, вот, и подобрать темп массажа, приемы, которые, ну, комфортные вашему пациенту, безусловно, если будет какой-то резкий, там, непонятный ритм, когда у вас пациент расслабился, а вы, там, начинаете какие-то, там, движения, ну, ну, как бы, нет, есть любители, вот, которые думают, что чем сильнее, тем лучше, ну, я такого не придерживаюсь мнения, и вот, моменты, извините, ужаса, когда я испытываю, когда говорят, что после хорошего массажа лица, на лице должны оставаться синяки, ну, простите, я категорически не согласна, и наше мнение с данными оппонентами расходятся. И теперь гиперпигментация, которая волнует сейчас многих. Смотрите, что могу сказать. По уходовым процедурам это АХ-кислоты и там тот же ретинол, допустим, химические пилинги, ультразвук мы можем использовать, микротоки, электропорацию, инъекционные методики, IPL и лазер. Вот IPL, лазер, смотрите, есть разные лазеры, я чуть-чуть дальше там пройдусь, очень поверхностно, потому что не принимайте вот эту мою информацию как как бы рекомендацию к действию, да, я по верхам пройдусь, чтобы у вас было какое-то там представление, это не значит, что завтра нужно там идти и выжигать свой пигмент. Там есть различия, лазер и IPL это разные системы, IPL это фото, лазер это там лазерное излучение, но суть одна и та же, там работа идет с пигментом, вот смотрите, когда мы работаем с пигментом, допустим, кислотами и ретинолом, мы работаем с достаточно поверхностно залегающим пигментом, если есть пигмент, допустим, травматический, который залегает очень глубоко, зачастую даже лазеры и фото не могут с ним справиться, это такие очень истории, ну, долгоиграющие, да, и когда вы поработали с гиперпигментацией, допустим, у вас там осветлилась гиперпигментация или практически там она ушла, да, к сожалению, если недостаточно защищать свою кожу, она может вернуться, и очень все сильно зависит от причины гиперпигментации, потому что бывают соматические причины, то есть внутренние причины, которые вызывают гиперпигментацию, это может быть изменение гормонального фона, ну, допустим, временное, да, когда девушка беременна, потом у нее пигментация прошла, да, после родов, а бывают истории, связанные, допустим, там, с дисбалансом женских половых гормонов, с дисбалансом гормонов щитовидной железы, то есть это, в принципе, повод на всякий случай проверить состояние своего здоровья, есть еще такой момент, что гиперпигментация, ну, давайте тогда я о причинах скажу, да, таких самых вот про гормональные нарушения, про беременность я сказала, это фотостарение, это накопленные наши ошибки, которые вот нам аукаются через какое-то время, когда мы были молодыми, загорали, как не в себя, да, проводили целыми, допустим, целые дни на пляже и еще без СПФ, обгорали, через какое-то время нам это может выстрелить гиперпигментацией, вот, прием медикаментов, очень часто на приеме контрацептивов возникает гиперпигментация, системные ретиноиды, антидепрессанты, диуретики, гипотензивные средства, антибиотики, и еще есть ряд препаратов, мне сейчас вылетело из головы, они могут вызвать гиперпигментацию, ко всем лекарственным средствам у нас прилагается инструкция и к некоторым препаратам раздел побочка, это вот такой вот рулон, читаем внимательно, и соответственно, если там где-то есть история, что возможно гиперпигментация встречается, одно из побочных действий приема, значит, мы вспоминаем о том, что хорошо бы защитить наше лицо СПФом, чтобы не провоцировать, понятно, это не даст стопроцентного результата, и когда стоит вопрос о здоровье, принимать этот препарат или не принимать, иногда гиперпигментация, ну, как бы, это такое, ну, увы, она случилась, вот, что еще, кстати, что может вызывать гиперпигментацию, об этом редко задумываются, нанесение больших концентраций аромамасел, или, допустим, зачастую бывает на декольте гиперпигментации из-за того, что туда брызгают туалетную спиртовую воду регулярно, или там, допустим, духи наносят, а потом на этом месте может возникнуть пигментное пятно, так, что, так, я немножечко отвлеклась, да, все, поймала свою мысль, значит, у нас будет в очищении какие-нибудь очищающие средства из линии гельтек, потому что я сейчас рассказываю об этой линии, все они прекрасны, вы можете выбирать хоть гель из мужской линии, он будет также обладать естественным PH и мягким-мягким павом, то есть они все будут отличаться какими-то экстрактами и немножко отличаться от душками, вот поклонники свежих ароматов, вот среди женщин тоже такие бывают, они вот покупают себе аромат из мужской линии, тоник можем использовать саха-кислотами, у нас была сыворотка осветляющая, но сейчас она, если не ошибаюсь, находится на изменении нашей формулы, поэтому ее сейчас нет, сейчас изменяют формулы, когда она появится, естественно, мы об этом скажем, анонсируем, но и в предыдущей версии она давала очень хороший осветляющий эффект, из ныне действующих у нас ретинол, как я говорила, сейчас есть, флюид альфа-дером будет прекрасно работать с поствоспалительной пигментацией, для жирной кожи можем еще посоветовать гель пектиновый, он будет как раз закислять кожу и способствовать более быстрому разрешению пигментных пятен, именно поствоспалительных, всесезонный гель пилинг я уже упоминала, и сыворотка Сиэнерджи, которая содержит два вида витамина С, которые в устойчивой форме, не осветляется на солнце, но, то есть мы ее можем утром использовать, но мы помним, что это, конечно, не такая устойчивая форма, что она вообще не разрушается, то есть даже вот вечернее применение витамина, вот Сиэнерджи сыворотки все-таки обуславливает того, ну, как бы, является причиной того, что мы будем СПФ 30 или 50, допустим, сейчас, по весне применять. Сиэнерджи будет давать прекрасный эффект сияния кожи, осветления, выравнивания тона, в том числе будет способствовать укреплению сосудов, это многокомпонентный препарат у нас. И еще хочу напомнить вам, что пигментация бывает не только на лице, она бывает и на руках, поэтому мы можем также на руки наносить средства, и также руки мы будем защищать СПФ 50, если мы наносим средства на руки. Вот, и, кстати, могу порекомендовать у нас прекрасный крем для рук церамиды и пребиотики, то есть он, к сожалению, без СПФ, но мы на него можем наносить допустим тот же мультипротектор 50, а даже лучший праймер СПФ 30, потому что он вообще моментально впитывается и создает такой эффект бархатистости, такое ощущение, что на руках ничего нет, никакого никакого средства. Соответственно, мы наносим средство вокруг глаз, гель или крем и маску по типу кожи выбираем, возможно, что гиперпигментация у нас жирной кожи, и тогда мы выберем какую-то себорегулирующую нашу маску. Вот по чистке лица акне я сейчас упомяну, почему я их объединила, скажу, но подробно я, вот действительно, если вы хотите подробнее поговорить про терапию акне, про уход, про домашний, про профессиональный уход, я рекомендую и напомню вам, что у нас по проблемной коже 14 числа будет обучение по лечебно-профилактическому уходу. Так, почему я объединила чистка лица и акне? Ну, акне у нас это хроническая история, и есть пациенты, которые ходят регулярно, а есть пациенты, которые маскируют, допустим, зимой акне, а летом немножечко вот потеплело у нас, накопились нет у нас отдельное обучение по чисткам, если вы имеете декомбинированную механическую, нет, есть демонстрация и подробный разбор ультразвуковой чистки. Так, и, допустим, плотными какими-то гримерными средствами маскируют свои несовершенства кожи, а к весне это все накапливается и расцветает, допустим. Плюс еще, допустим, когда у нас начинается теплое время года, там уже еще более жаркое, там будет градусов 20, у нас активность сальных желез усиливается, и вот этот момент вспышки обострения имеет очень большие вероятности и шансы. И тогда этот пациент придет к вам и за такой волшебной палочкой сделаете что-нибудь, уберите. И они зачастую думают, что когда, ну, что вот он придет и ему удалят и воспаление, и пустулезные, популезные, и вот как-то что-то с этим сделают за одну процедуру. вот почему-то есть такое мнение у некоторых пациентов. Ну, потом они, понятно, сталкиваются с реальностью и понимают, что за один раз, конечно, не решить их вопрос. Может быть, они ранее не обращались к косметологу и вообще, ну, читали там поверхностно, допустим, литературу, связанную с их проблемой. А бывает еще такой момент, что у нас есть пациенты, которые редко приходят в косметологический кабинет, допустим, они ухаживают дома, возможно, ну, они не считают нужным, либо у них какой-то напряженный график. Ну, могут быть разные причины, по каким они обращаются к специалистам. Может быть, у них был какой-то негативный опыт и они разочаровались. Такое тоже встречается, но, сами понимаете, у нас у всех бывают неприятные такие удивительные моменты в жизни, возможно, у человека тоже это случилось. Вот. И он обращается, допустим, к косметологу, только зачистка лица, ну, там, несколько раз в году, и обычно перед это происходит весной, перед летним периодом, чтобы почистить поры перед летом. почему я объединила акне и чистки, потому что при терапии акне, допустим, ну, мы не берем уже сейчас ретинол, как правило, применяются так или иначе кислоты. Вот. И многие марки в процедуре чистки у них прям в алгоритме прописано, ну, у них там есть, сами знаете, да, профессионалы, вы меня поймете, у них есть алгоритм схема введения, да, и один из препаратов, который в чистке будет, это будет препарат с кислотами САХА либо САХА-БХ, который будет там на определенном этапе применяться. И поэтому за счет этого я их объединила. Это будет иметь значение дальше вот при обсуждении лазерной эпиляции. Ну, я уже упоминала, да, что у нас ретинол повышает сенсибилизацию, и АХА-БХ кислоты у нас повышают чувствительность кожи к свету, к солнечному излучению. И по чисткам лица понятно, что при терапии акне, тогда сейчас скажу, ФДТ применяют, но это применяют фотодинамическую терапию в клиниках с ненесением специальных составов уже дерматологи делают. Это есть, допустим, если пост акне, да, единичные какие-то подсыпания инъекционные есть методики, есть методики, когда щелкают у нас воспаление ИПЛ-ами или лазером, ну, химические пилинги, я сказала, и противовоспалительные уходовые процедуры, там зачастую тоже у нас идет применение кислот. А скажите, пожалуйста, Анна, я правильно поняла, вы не в Москве, вам нужен онлайн-демонстрация, правильно ли я поняла? В Москве. Если в Москве, очень рекомендую прийти к нам действительно в ЦДК, вы сможете задать и увидеть прямо эти нюансы все, может быть, даже побыть моделью, чтобы попробовать это все, только тогда нужно вам прийти пораньше, и вы получите еще определенный материал для работы, там и методический, и там практический, да, и когда вы регистрируетесь, у вас еще будет, ну, там специальные условия в момент, когда вы приходите, ну, когда вы к нам приходите на очное обучение, для вас будут специальные цены как для работающего специалиста, это имеет ряд преимуществ, очень рекомендую им воспользоваться. Давайте я так быстренько скажу, что мы применяем при домашней терапии акне, препараты у нас идут, у нас идут препараты, тоники для жирной проблемной кожи, они у нас все безспиртовые, то есть они у нас не обезболживают кожу. Тоник у нас матирующийся по балансу, это такая двухфазная болтушка, сразу скажу, что ее нужно очень-очень тщательно взбалтывать, не менее, наверное, если вы редко ей пользуетесь, не менее 20 раз, вот, потому что там на донышке прям как, ну, такой, как осадок, это нормально, это предусмотрено его рецептурой. Соответственно, у нас еще идут стоп-акне, о котором я не упоминала, это прекрасный препарат, аналог наших аптечных препаратов, аналог аптечных препаратов, которым означают при терапии акне, единственное, он действует гораздо мягче, содержит 10% адзелоглицина, это производная зелоиновой кислоты, очень мягкое действие, минимальное раздражение, то есть мы точечно наносим, в инструкции все подробно написано, то есть, возможно, его отдельное применение, либо применение совместно с фруидом альфадером, у нас есть определенные регламенты, вот, и, соответственно, практикующие косметологи могут прийти, ознакомиться с ними, позадавать вопросы, ну, мы всегда рады вашим вопросам, и всегда рады ответить, или, допустим, я не знаю ответ на данный вопрос, или сбилась, потеряла мысль, я всегда его себе запишу и спрошу ваш контакт, чтобы потом вам написать и ответить, либо это будет ответ через менеджеров, либо это ответ будет напрямую, потому что мы все живые люди, мы все устаем, все сбиваемся, заговариваемся, и все это естественно. Так, естественно, слова-паразиты, конечно, мы защищаем нашу кожу мультипротекторами, либо это праймер SPF 30, либо мультипротектор 50, и может быть такой момент, вы мне подскажете, практикующие косметологи, это связано только с применением кислот, либо есть еще другие факторы, почему мы на акне, на воспаление настаиваем на применение солнцезащиты. А тут, смотрите, да, все верно, пост-акне. Вы, наверное, наблюдали у девочек, которые лечат акне в солярии или, допустим, естественным загаром, что у них прям пигментация достаточно сильная, и когда уже вот этот вот момент активного солнца уходит, у них акне расцветают еще гораздо более бурным цветом, потому что воспаление загоняется у нас внутрь, а потом вот это вот все накопленное, нажитое непосильным трудом предъявляется обладателю. Есть еще такой момент, когда у нас происходит длительное воспаление, туда происходит миграция мейлоноцитов, потому что там есть определенные физиологические процессы, то есть там риск возникновения пигментации в разы усиливается, поэтому у нас обязательно солнцезащита. Да, это очень неприятная история. Так, и по целлюлиту коррекции фигуры, смотрите, если вы планируете обращаться, у нас нет массажистов вот на подключении, но сразу скажу, что, как правило, отчего мы опасаемся с точки зрения лазерной эпиляции в коррекции целлюлита и там фигуры, компонентов в обертывании, то есть в обертывании не должно быть аромамасел, потому что есть, допустим, арома обертывания, нам хорошо бы, если мы идем на такую процедуру, поинтересоваться, на основе чего вот эти вот термические эффекты, допустим, холод или тепло, потому что есть на основе аромамасел, они обладают фототоксичностью, если мы собираемся идти на лазерную эпиляцию, соответственно, мы можем получить неприятные спецэффекты, во-первых, кроме того, что там возможен риск пигментации, там возможен риск повышенной чувствительности этих участков тела, то есть можем получить неконтролируемую реакцию, причем она будет непредсказуема, в том числе, для специалиста лазерной эпиляции, у нас есть инъекционные методики, допустим, там прямые, непрямые липолитики, магистральные у нас коктейли лимфодренажные, это RF лифтинг может быть, SMAS лифтинг и кавитация, смотрите, если вы делали, допустим, RF лифтинг и идете на лазерную эпиляцию, должно между ними пройти несколько дней, потому что там прогрев ткани, в том числе, там до уровня, конечно, ПЖК идет, но прогрев и поверхностный идет, соответственно, а там в дальнейшем будет воздействие световое, будет кожа тоже нагреваться в той или иной степени, поэтому мы должны, я отвечу чуть позже, мы должны уточнить у нашего пациента, планирует ли он какие-то процедуры по телу и какие. Кавитация, но кавитация никак не влияет на лазерную эпиляцию, SMAS делают по телу, допустим, ультраформен для уплотнения кожи, ну, это тоже в несколько дней разнести, ничего страшного, делают миостимуляцию, ну, сами понимаете, что, в общем-то, единственное, что не должно быть раздражения на местах прикрепления электроны, то есть несколько дней желательно это разнести. Криотерапия делается по нейтральному гелю, допустим, по медиагелю нашему медицинскому, там идет охлаждение зоны, единственное, что там в глубине может возникнуть такое, немножко асептическое, как воспаление, разрушение, то есть эти зоны будут чувствительные, но, как правило, их проводят по таким зонам бока, живот, редко по этим зонам делают лазерную эпиляцию, хотя встречается, но с другой стороны, если пациент у нас испытывает боль после там криотерапии, какое-то, да, неприятное ощущение, ну, вряд ли он пойдет на лазерную эпиляцию, хотя, конечно, лучше уточнить. И массажи ручные, аппаратные, прессотерапия, LPG. Вот LPG, пожалуйста, можно делать, но, знаете, как, если мы делаем курс LPG, совмещаем с лазерной эпиляцией, получается, что мы сначала делаем LPG, через несколько дней лазерную эпиляцию, и вот между процедурой лазерной эпиляции и следующей эпиляцией LPG должно пройти не менее трех дней, чтобы понять, что кожа успокоилась, что нет каких-то там нежелательных моментов, если вдруг возникли нежелательные моменты, но, естественно, что мы приводим кожу в порядок, мы не идем на LPG. Массажи ручные и аппаратные. Почему я написала массажи ручные? Потому что очень часто бывает, что базовые масла массажные добавляют аромамасла, о которых я говорила, что обладают фототоксическим эффектом. Вот тут вот такой момент. Массаж – это не противопоказание к лазерной эпиляции, но мы понимаем, что, допустим, если мы сделали лазерную эпиляцию, то массаж по маслу или вообще массаж можно делать не ранее, чем через 3 дня, когда все нормально уже с кожей, когда мы понимаем, что все зажило, что нет никаких побочных у нас эффектов. И, естественно, курс мы тогда проводим только на базовых маслах без добавления каких-то там спецингредиентов. И что у нас есть из нашей линейки? Это скраб энергии обновления, гель антицеллюлитный термоинтенсив. Вот тут вот есть такой момент. Смотрите, он без аромамасел, и его можно применять после лазерной эпиляции, но есть такой важный момент. Мы исключаем термоинтенсив за несколько дней до лазерной эпиляции и включаем его тоже не ранее, чем через 3 дня после лазерной эпиляции. Почему? Потому что там есть такой нюанс в инструкции не наносим на поврежденную кожу. После лазерной эпиляции бывают эффекты фолликулярного отека, это асоптическое воспаление, это нормально, но нам нужно, чтобы этот эффект прошел, чтобы успокоилось воспаление внутри фоллику. И питательный ламеллярный крем мы можем использовать как уходовый крем по телу, но, естественно, что мы придерживаемся регламента, когда мы приходим на лазерную эпиляцию, мы приходим с чистой, сухой кожей, то есть на коже не должно быть крема. И потом придерживаемся рекомендаций врача-специалиста лазерной эпиляции по уходу, вот как он рекомендует три дня ухаживать за кожей, так мы и ухаживаем. То есть мы не используем там какие-то свои средства. Желательно делать так. Смотрите, если мы говорим о постакне вросшие волосы, допустим, на ногах там в зоне бикини, или мы предполагаем, что это постакне и мы делаем лазерную эпиляцию по лицу. Можно уточнить вопрос? Мне так проще будет ответить. А, ну, так, именно по лицу. Смотрите, если мы делаем лазерную эпиляцию, то мы предупреждаем пациента, что будет повышена фоточувствительность по лицу. И если он не соблюдает этот регламент, его постакнопигментация будет медленнее уходить. Но тут еще, видите, какой момент, если к нам на лицо ходит человек с постакне, мы его предупреждаем, что там есть ограничения по применению АХ-кислот. То есть он должен, я сейчас позже скажу, отменять за определенное количество времени эти препараты и там вносить, да, через определенное количество времени. Либо просто решение этого вопроса отложить, если для него приоритетнее лазерная эпиляция. Так, и смотрите, если сильно упростить, то что такое лазерная эпиляция? Наверное, сейчас, ну, я не могу сказать, конечно, что в каждом подъезде есть, но вы сами понимаете, очень много клиник с лазерной эпиляцией, очень много салонов с лазерной эпиляцией, очень много кабинетов лазерной эпиляции, и, ну, даже не в крупных только городах, а и в небольших городах, наверняка, хоть несколько кабинетов лазерной эпиляции есть. Это, ну, кажется, она повсеместна, и вот, пожалуйста, пойти, сделай, как брови пощипать. Ну, вот примерно как говорят, ну, а как, я, когда ты приходишь и начинаешь подписывать, там, вот, подпишите, пожалуйста, вот это информированное согласие, а вот вы это делали, а вот вы это не делали, а что, а как, а почему, мне вот одна девушка сказала, а зачем я должна это заполнять, я думала, что это вот как на воск пришел, на сахар, это обычная, там, ну, такая бытовая процедура, нет, это не бытовая процедура, эта процедура имеет ряд противопоказаний, и у нее есть осложнение, к сожалению, такое тоже бывает, вот, особенно если мы говорим о работе на очень мощных, высокоэффективных, агрессивных лазерах, там, конечно, риски гораздо выше, то есть, по факту, лазерная операция, это свет, определенная длина солнечного света, лучи определенной длины, которые воздействуют у нас на кожу, на волос, и разрушают волосяной фолликул, там используется такой эффект избирательного фототермолиза, ну, вот если так проще сказать, мы прогреваем кожу, мы, естественно, волосы, в первую очередь, мы греем, но наша задача, там, там, подбирается так, длина волны, определенные там параметры, мощность манипулы, там, система охлаждения, это все, как бы, работает вкупе, чтобы у нас прогрелись волосы, но по минимуму прогрелась кожа, вот, и здесь очень большое значение имеет, как раз у нас, выбор аппарата и выбор пациента, да, выбор таких критериев для успешной терапии, для того, чтобы удалить волосы, вот, как тут написано, да, то есть, в результате освещения мощным световым потоком у нас поглощает меланин, который содержит, содержится в волосе, поглощает эту энергию, он прогревается, вот, то есть, это вот, не кожа прогревается, да, до слоя на 4 миллиметра, нет, такого не происходит, вот, прогревается то, что содержит меланин, в первую очередь, безусловно, это волос, соответственно, прогревается опосредованно ростовая зона, матрикс, и когда у нас стержень волоса соприкасается с ростовой зоной, также прогреваются кровеносные и лимфатические сосуды, они повреждаются, и у нас волос становится слабее, и стержень у нас через какое-то время в идеале выпадает, как правило, это от одной-двух недель происходит, ну, примерно так это выглядит, что сначала у нас вот такой вот волосяной покров, не знаю, вот мышку, наверное, видите, вот такой волосяной покров, вот у нас лучи падают, происходит прекрасный прогрев, и вот происходит потом выпадение волос. Смотрите, у нас широко известны, в принципе, на рынке, наверное, три лазера, это у нас неодим, диод и александрит. Неодим менее известен, потому что он достаточно травматичен, болезнен, и по слухам, я сама с этим не сталкивалась, но, по крайней мере, нас так учили, что он широко распространен, допустим, в США, потому что там очень много пациентов с у нас с пятым-шестым фототипом кожи, а им можно терапевтировать, ну, то есть делать лазерную эпиляцию только на неодиме. Допустим, в нашем постсоветском пространстве, там Россия, сопредельные страны, там европейские страны, ЕС, шире распространен неодим, который работает с пигментацией и с удалением пигмента и татуировок, так вот скажем, то есть пигменты, там, в том числе, ну, не только на теле, там, по зонам век работают, татуаж удаляют, там определенные импульсы, длина, ну, то есть длина волны та же, там просто идут нюансы по импульсам. Диодная эпиляция, это, наверное, самая популярная, самая широкодоступная процедура, да, вот именно на диоде. Чем это обусловлено? Что стоимость процедуры гораздо ниже, и, соответственно, это происходит потому, что и стоимость аппарата гораздо ниже. Но выбор аппарата зависит, там, от многих параметров, которые зачастую не принимают во внимание, ну, допустим, та же система охлаждения, которая тоже важна, и она важна не только, там, да, для комфорта пациента, но, там, для эффективности процедуры. Вот, и важен такой нюанс, как мощность, то есть длина волны может быть везде 808, да, но вот мощность излучающей головки, вот тут вот есть такие нюансы определенные, но это уже, наверное, будут такие истории более понятные работающим специалистам, которые сталкиваются с разными, разными аппаратами или планируют, допустим, работать с ними, конечно, там вот можно подискутировать и пообсуждать. Вот, и в чем есть нюанс лазерной диодной эпиляции? Об этом, ну, пишут разное, да, но в чем состоит практический опыт, да, он работает с фототипами с первого по четвертый, то есть можно работать на достаточно смуглых девочках. Только есть такой нюанс, на загорелой коже эффективность, конечно, процедуры будет меньше, поэтому, если пациент заинтересован в эффективности процедуры, мы настоятельно рекомендуем не закарать. Почему происходит так? Потому что меланин в волосе конкурирует с меланином в коже. Мы не можем выставить максимальные параметры, ну, просто с точки зрения безопасности, потому что там есть предустановки определенные и как бы есть такие нюансы. В чем его, допустим, недостаток диодной лазерной эпиляции? У нее есть недостатки, то есть приятная цена, но есть недостатки. Он не работает с волосом тонким, склонным к такой уже как истонченным пушковым волосам не работает, не работает с седым, ну, правда, с седым не работает никакой лазер, не работает с блондинками золотистыми, не работает с рыжим волосом, он работает только с сожгучи-черными, темными, темно-русыми волосами. Возможно, будет работать с каштановым, надо смотреть по параметрам, какой конкретно лазер, потому что каштановый у нас волос содержит, бывает, что рыжий пигмент, и вот там вот, конечно, надо смотреть, какая будет эффективность на диоде. То есть, достаточно такой метод немножко ограниченный, но при этом, если вы там соответствуете данной выборке, у вас будет очень достойный неплохой результат, но есть нюансы. Вы будете часто ходить на эти процедуры, там промежуток, это курс, во-первых, это курс, во-вторых, промежутки между процедурами идут от трех до четырех недель. То есть, у нас сразу автоматически отпадают вопросы применения кислот, даже не то, чтобы регулярного дома, как правило, там нужно еще исхитриться, сделать какой-то профессиональный пилинг, потому что кислоты мы отменяем до лазера и после лазера, там на определенный промежуток. Вот, то есть, это какой-то такой момент, что тут нужно хитрить и лавировать для того, чтобы делать какую-то эстетику, но при этом никак лазер не влияет на те же пептидные компоненты, на те же ухаживающие компоненты, мы отменяем ретинол, мы отменяем кислоты при лазере. Вроде бы ничего не забыла, да, да, еще есть такой момент, что, допустим, кислая форма витамина С тоже является фототоксичным, поэтому, если ваш пациент пользуется витамином С из флакончика темного с пипеточкой, а вот тут нужно поинтересоваться, какая форма витамина С, возможно, она не стойкая форма, и она будет повышать тоже синципализацию кожи, не хотелось бы. Так, а чем отличается александритовый лазер, ну, кроме длины волны, ну, вроде бы физические параметры, ну, как это влияет, ну, там, подумаешь, там 808, а здесь 755, ну, в общем, разница не так велика. А если мы говорим о классических александритах, то это их такие самые известные, наверное, представители, это кандела, сайнашур, это аппараты с открытой вспышкой, которые работают по сухой коже. Диодная, кстати, я не говорила, диодная лазерная эпиляция работает по гелю, и во всех лазерных аппаратах, рядом, вот там стоит рядом канистра, и, наверное, 99,9%, что это будет наш гельтековский медиагель. Что касается александритовых лазеров, это по сухой коже происходит. Вот, там есть такой нюанс, выставляются параметры, на которых волосок должен, ну, в принципе, не все 100%, но проверяется, подгорает ли волосок, поглощает ли он пигмент. Лазер прекрасный, высокоэффективный, вообще очень мегапопулярный, но у него ряд тоже недостатков есть. Он работает с первого по третий фототип кожи. Да, он возьмет светло-русый волос, можно поработать с волосом с рыжиной, но это будут очень высокие параметры. То есть, что касается и, наверное, диодного лазера, и касается александритового лазера, вы, наверное, сейчас во всех рекламах встретите такой нюанс, что вот лазерная апелляция это абсолютно безболезненная процедура, пациент ощущает толк, только легкое покалывание или вообще ничего не ощущает. Вот скажите, если вы делали то, что ощущали, а если не делали, то какую рекламу видели? Правильно ли, похоже ли я передаю рекламный посыл? вот тут просто есть ряд таких нюансов, на которых не говорят о том, что когда прогревается допустим фолликул, ну вот, безболезненно, но это не совсем соответствует правде, ощущаются покалывания, и они довольно выражены, зачастую пациент еще прям дергается от неожиданности, знаете, на что это было похоже, когда я делала, при этом у меня высокий болевой порог, как будто мне выщипывают пинцетом волоски, я не могу сказать, что это больно, это мега неприятно, вот, а вы представляете, что это допустим мне ноги делали, вот, а когда мы делаем допустим зону подмышек, кстати, там вот как ни странно чувствительность меньше, то есть пациенты легче переносят, но это мы очень сильно смотрим на такой нюанс, насколько толстый темный волос, если будет толстый темный волос, естественно, эти ощущения будут ярче, чем понятно, что когда человек приходит первый раз, у него 100% растительности, у него еще ничего не выпало, наша задача все прогреть, естественно, это будет достаточно интенсивно, я александритом делала, я очень довольна результатом, у нас в клинике и александриты и диоды, я александритом делала, потому что у меня волос не темный, то есть у меня русый волос и я предпочла не мучиться на диоде, а делать уже нормально александритом, вот, что я говорила, я немножко сбилась с мысли, а вот представляете, а зона бикини, она у нас гораздо более чувствительна, то есть я не говорю про зону уже глубокого бикини, даже классическая бикини, эта зона гораздо более чувствительна, и нечестно будет говорить, что это абсолютно безболезненно, если мы говорим о медицинских лазерах, я не знаю, какие лазеры стоят в тех или иных кабинетах, я не могу отвечать как бы за все аппараты, я могу сказать, аппараты, которые вот есть в клиниках, которые по медицинской лицензии, девочки, это действительно неприятно, но оно того стоит, вот, и почему, допустим, зачастую, особенно в первую процедуру, мы настаиваем, чтобы проводилось это без анестезии, потому что мы ориентируемся по вашим ощущениям, мы настраиваем мощность, нам нужно, чтобы был эффект и не было ожога, если вам мега комфортно, я не понимаю, может быть, я по мощности не дотянула, вот вы лежите с анестезией, а если вам вот сейчас, может быть, вы ничего не чувствуете, а вдруг я вам ожог поставлю, то есть вот этот вот момент, анестезия еще обладает неким дубящим действием, и может быть видели или сталкивались, что когда передержишь анестезию, бывает раздражение в этом месте, то есть раздражение бывает и после лазера, то есть это вот все может потом наложиться друг на друга, и потом с этим придется как бы разбираться и вам, и специалисту, это очень неприятные потом моменты реабилитации. Если вы говорите там о каком конкретно виде, то есть кроме Александрита, я на канделе делала, я делала на канделе, там есть два вида канделы, которые на фреоне работают, она больше ощущается, сейчас есть более модифицированная история, когда там холодный обдув, она немножечко более легче ощущается за счет какого-то такого отвлекающего фактора, что там ветер дует. и смотрите, почему курс процедур, скажу сразу, что на Александрите курс процедур поменьше, ну допустим, между первой и второй процедурой там будет 4 недели, а потом этот промежуток постепенно увеличивается, и доводит там до 6 недель между процедурами, там бывает до 8, очень сильно зависит от тоже исходного материала, от генетической предрасположенности, от состояния волосяного покрова, густоты, ну от многих факторов это все зависит. Иногда зачастую ну не знаешь почему у кого-то там на третьем, четвертой процедуре такой мегаэффект, а кто-то продолжает ходить 8 процедур, значительное улучшение есть, ты уже там жаришь, 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 а вот результат есть, но не такой какой хотелось бы. Бывают разные ситуации, конечно не так часто, но бывает. И курс процедур на диоднике это там 10-12 процедур, а на Александрите это процедур там ну 6-8-10 редко бывает. Но за счет того, что промежутки на Александрите большие, то вот это вот все прям растягивается достаточно надолго. И есть такую еще историю, которую многие упускают, что курсовые процедуры требуют поддерживающих процедур. Поддерживающие процедуры для того, чтобы когда волоски в стадии такой спящей, поврежденной спящей, они восстанавливаются. То есть наш организм он вот такой вот такой вот такой, что пытается все восстановить. Поэтому у нас волос тоже пытается восстановиться волосяные фолликулы, потому что регенерация она работает везде. И курс процедуры обусловлен тем, что у нас в зоне, когда волос восприимчив к повреждающему лазерному излучению, ну там от 15 до 30 процентов находится в зоне. То есть нам нужно постоянно через промежутки определенные делать вот это воздействие и надеясь, что попадут под это воздействие другие 15-30 процентов. Куча, куча просто противопоказаний у лазерной эпиляции. Но я вас не запугиваю, есть просто нюансы. И если вы как потребитель об этом думаете, то давайте тогда пройдемся. А если вы думаете как специалист об этом, то вам тоже будет это полезно. Безусловно, вы потом пойдете на обучение от поставщика лазерного оборудования от производителя. У вас тренер, который вам будет это все рассказывать. Но давайте я вам расскажу сейчас это все заранее. Какое будет там обучение, я не знаю. Вот давайте подстелим соломку. Что нельзя? Так же, как и при многих физиотерапевтических процедурах, это системные заболевания. Сахарный диабет, СПИД, ВИЧ, онкология. Мы, конечно, не ожидаем увидеть пациента с онкологией, но мы всегда уточняем, если было онкологическое заболевание, прошло ли 5 лет. Свежая инсоляция, загар, абсолютное противопоказание для лазерной эпиляции, это солнечный загар, солярий и автозагар. Если это мы говорим о диоднике, знаете, просто есть две категории диодников, есть очень мощный допустим LightShare дуэт, он мало чем уступает Александриту, это израильский дорогущий диодник. Вот у него должно также пройти где-то полторы-две недели после загара. Если мы говорим про Александрит, вы позагорали, неважно, солярили, чуть-чуть вы там позагорали, автоматически минимум две недели после солнца. И то мы еще можем отказать пациентке, допустим, она пришла и сказала, вот сейчас две недели, один день прошел, а мы смотрим на ее тон кожи, а она у нас мулатка пятого фототипа. Что я буду с этим делать? Ставить ей ожоги. вот, то есть либо там переводить ее, допустим, на диод. сейчас есть такая категория, кстати, Александритов, которые работают по загорелой коже. Я по ним работала, но у меня неоднозначные выводы, вы знаете, еще выборка, ну, скажем так, непонятная, эффективность для меня тоже неоднозначна, поэтому если вы нацелены на результат, вот действительно, вам это вот прям очень важно, и вы хотите получить качественную процедуру за свои деньги, девочки, не загорайте. Действительно, лучше вы разберетесь с этим вопросом, да, избавитесь от нежелательных волос, а потом уже с гладкими там подмышками, с гладкими ногами, не думая ни о каких-то пеньках, раздражения после бритья, вы спокойно будете загорать на пляже. По инсоляции я сказала, смотрите, абсолютное противопоказание это у нас психические расстройства, шизофрения и неврологические заболевания, эпилепсия. Почему эпилепсия? Потому что там идут световые вспышки, мы можем спровоцировать приступ. Тромбофлебид и варикоз в прогрессирующей стадии. При условии, допустим, что пациент пришел сделать к нам ноги, естественно, в процедуре на ногах при этом диагнозе мы отказываем. А пожалуйста, если нужно сделать руки, мы можем сделать. Склонность к образованию килоидных рубцов, абсолютное противопоказание, системные заболевания крови и аутоиммунные заболевания. Есть ли какие-то вопросы? Я пока сейчас поговорю про противопоказания, которые относительные. И вот тут наверное всем девочкам советую прислушаться. Первое это миома матки. Вот тут есть определенный нюанс. Если вы знаете, что у вас она есть и вы понимаете, вы наблюдаетесь у гинеколога. Все нормально, нет никакого прогрессирующего процесса. Миому матки делать можно. Если вы сомневаетесь, вы всегда можете прийти к гинекологу и спросить. Когда к нам приходит девушка, говорит, у меня есть миома матки. Я говорю, давно были у гинеколога. Не помню. не помню, значит достаточно давно. Я советую сходить и получить разрешение на проведение данной процедуры. Чаще всего в 95% случаях гинеколог, вот когда попадались такие истории, гинеколог разрешает все нормально. Но были ситуации, когда этот визит вносил коррективы, скажем так, в терапию пациентки. Также татуировка в зоне процедуры. Это противопоказание. Мы не стреляем по татуировкам. Мы эту зону обходим. То есть если девочка пришла с набитой ногой, мы можем сделать только кусочками. Онкологические заболевания, хотя это абсолютно, я не знаю, я здесь не удалила почему-то, случайно здесь добавилось. Острый период хронических заболеваний. при любых обострениях мы ждем пока наступит ремиссия. Острые респираторные заболевания, повышение температуры тела. Нам немножко не до эстетики, когда мы болеем. Я считаю, что эту процедуру можно перенести. артери 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 гипертензия, особенно, скажем, слабо контролируемая. Заболевания кожи, высыпания. Вот тут вот мы смотрим, если активная стадия акне и пришла девочка на лицо, то я рекомендую отказать, потому что у нее прямые показания не для удаления волос на лице, а для терапии акне. как повлияет лазер при активных таких историях и не спровоцирует ли он какое-то усугубление. Не должно, но а вдруг? Заболевание кожи, это может быть заболевание, допустим, обострение дерматита атопического, псориаз обострения. Естественно, мы при сильных обострениях не делаем. Либо когда это уже какая-то стадия разрешения, мы обходим очаги раздражения. Можем принять при подписании, если пациент настаивает, но он тогда должен подписать, у нас информировано медицинское согласие. Наличие гормональных нарушений, поликистоз, герсутизм, гипертиреоз. Почему? Потому что это показания у нас для работы с эндокринологом. Пока внутренняя причина, которая подстегивает рост волос, который их стимулирует, не решена, мы будем просто бороться с последствиями и у нас будут неудовлетворительные результаты. Пациент будет недоволен, мы будем недовольны, результата не будет, он отдаст деньги, ну и как мы эту ситуацию будем решать. наличие ран, ссадин или ожогов. Понятно, что по раневой поверхности мы не работаем, мы можем обойти. Смотрите, если пациент принимает у нас антибиотики, миноксидил, системные ретиноиды, витамины для роста волос, это тоже относительные противопоказания, это стимуляторы роста волос. Если есть свежие импланты, остеомелосинтеза, импланты зубов, свежие брекеты, ботокс или гели в зоне работы, ну допустим лица, ботокс должно пройти не менее двух недель, чтобы он встал, если там девочка делала допустим контурную пластику губ и ходит к вам на верхнюю губу, мы ждем когда она закончит все истории, возможно допустим, она сделала свежий имплант себе в губы, мы у нее уточняем когда она делала, она говорит неделю, мы такие окей, процедуру откладываем, это противопоказание, и мы можем ее записать после того, как она уже допустим если ей понадобится коррекция, она сходит на коррекцию, и после последнего вмешательства пройдет две недели, только тогда мы ее берем на эту зону, если она допустим делает баки, а сделала губы, ну пожалуйста, это две разные зоны, мы можем это все сделать, применение атопических средств, о которых я говорила, спиртосодержащие, это также содержащие ретинол, химические пилинги, препараты с кислотами и с витамином С, тоже являются фотосенсибилизаторами, мы их должны отменить минимум за две недели, кстати, помним, что до отпуска мы ретинол отменяем до солнечного отпуска минимум за две недели, если много родинок в области обработки, то это тоже повод не делать, по родинкам мы не работаем, родинки мы обходим, то есть, если там не очень много родинок, будьте готовы, что все равно вокруг родинок будут какие-то единичные волоски не обработаны оставаться, потому что мы оставляем себе область безопасности, пациент младше 18 лет мы тоже не принимаем, либо он должен являться с представителем своих интересов, с подписанием всех документов, и если вы, допустим, решили сделать лазерную эпиляцию, ну, до этого пользовались воском, шугарингом, или вдруг, ну, бывают такие ситуации, когда пушок растет над верхней губой, и девочка удаляет его пинцета, и потом решилась прийти на лазерную эпиляцию, вот после процедуры биоэпиляции должно пройти минимум три недели до того, как она попадет к нам в кабинет на лазер, есть еще такие нюансы, которые мало вам кто расскажет, как, например, какая длина волоса должна быть, ну, пишут абсолютно разное, вот, и не говорят о том, что, допустим, сухая чистая кожа, это не исключает того, что к вам придет, рассказываю жизненные истории, к вам придет девочка с сухой чистой кожей, но воспользовалась, но она воспользовалась гелем со светоотражающими частицами, она снимает одежду, и она вся в блестках, естественно, переносим процедуру, ну, потому что светоотраженный луч, непонятная эффективность процедуры, микроожоги, все, что угодно может быть. Следующий момент, приходит девушка после масляного массажа, говорит, ну, я вытерлась, у меня сухая чистая кожа, по маслу мы лазерную эпиляцию не делаем, а если она пришла на александрит, там такая температура, что волос вместе с маслом будет гореть. Ну, очень сомнительно, что нам это нужно. Вот, исключаем травмирующие процедуры, исключаем скраб за несколько дней. Если вы любите пользоваться жесткой мочалкой, также исключаем. бритье за сколько нужно? Примерно за... Тут очень, конечно, зависит от того, на какой лазер вы приходите. Но в целом длина волоса должна быть примерно полмиллиметра. Иногда, если это только... Вы начинаете курс лазерной эпиляции, это прямо накануне, часов 12 может быть. Бывают ситуации, когда не получается допустим утром побриться, поэтому допустимо, что мы побрились вечером и на следующий вечер мы пришли на лазерную эпиляцию. Сразу просто скажу, что чем длиннее волос, тем вам будет больнее. Есть такой нюанс. И мы не распариваем, ничего не делаем с кожей, то есть мы в этот день не посещаем бассейн, сауну и баню, чтобы у нас не было какой-то дополнительной мацерации кожи, чтобы у нас кожа восстановила свои функции защитные. И постпроцедурный уход. Смотрите, между процедурами эпиляции вам порекомендуют пользоваться бритвой. есть такой нюанс. Многие девочки любят пользоваться химическим удалением волос, кремами-депиляторами. Если вы относитесь к любителям кремов-депиляторов, то сразу предупреждаю, что есть определенные риски у вас. Я считаю, не обосновываю. Лучше воспользоваться станком механическое удаление волос, потому что кроме раздражения на этих химических препаратов, зачастую бывает, что получают химические ожоги. Когда там идет еще такое световое воздействие, можно легко получить ожог. Уже такой, не химический. Бритье между процедурами рекомендуем. В ближайшие дни мы можем использовать после процедуры пантенол либо наш гель интенсив регенерация, который тоже содержит депантенол. У нас ограничения по загару. Мы в курс лазерной эпиляции не загораем. Ну, или если вдруг так случилось, что не удалось избежать, то естественно ограничение у нас идет по пребыванию на солнце. Мы стараемся закрыться одеждой, нанести SPF 50 и мы разрешаем загар, если это диодный лазер, через неделю после лазерной эпиляции, а если это александрит, две недели. По водным процедурам хамам, сауна, баня, бассейн, ванна, 3-4 дня нельзя. Можете принимать душ с мягким моющим средством. То есть, если у вас, допустим, какой-то гель моющий с кислотами, то не надо. Есть такие. Или с аромомаслами. А вот можете использовать, допустим, наш мусс в качестве геля для душа. Можете использовать наш гель очищающий. Знаете, наверное, что он универсальный. Его многие используют, в том числе, как гель для душа. Потому что он очень-очень мегамягкий для чувствительной кожи. Это то, что надо. Свободная одежда из натуральных тканей. у вас была очень высокомощная процедура, у вас яркий отклик волосяных фолликул, то будет отек, будет дискомфорт. Не носите там какое-то тугое натирающее белье. Тем более, что тугое натирающее белье создает предрасположенность к врастанию волос. И это касается не только лазерной эпиляции, это в принципе. И временно мы ограничиваем топически раздражающие и травмирующие средства и процедуры. Если у вас вдруг после лазерной эпиляции соскочил прищик или что-то очень сильно чешется и такой думаешь «А, я сейчас прижгу». Вот ни в коем разе пожалуйста не надо пополучите химический ожог. Мы видели такие истории не один раз с нарушением рекомендаций. Это очень неприятная потом история по реабилитации кожных покровов. Особенно если это залили все ноги и потом эти все ноги восстанавливать. То есть никакие спиртосодержащие болтушки противовоспалительные ничего подобного мы на себя не наносим. Дезодорант мы ограничиваем до вечера хотя бы. Мы не используем спиртовые дезодоранты. Скажем вот так. Если спиртовой дезодорант, то нельзя ни до, ни после. Если он не содержит спирта, то пожалуйста до можно воспользоваться, просто очистить кожу перед процедурой. А если мы пользуемся после, в гигиенических целях, то он должен быть безспиртовой. И желательно, чтобы хотя бы прошло часов 6, кожа успокоилась. скраб масла для тела мы тоже отдаляем хотя бы на 3 дня. Кстати, сразу скажу, пантенол, если вы решите взять не наш интенсив регенерация, а бипантен, лучше не пользоваться, лучше взять пантенол именно в спреи, в пенке. Потому что он создает так же, как наш интенсив регенерацию воздуха непроницаемую пленку, а кремообразные текстуры они не дают воздух непроницаемую пленку, она просто такая вот раз, как целлофанчик ложится и все. Вот. Так, по химическим пилингам я уже подробно рассказала, я думаю, с этим вопросов нет, ну и кислотам, да, потому что это не только может быть химические пилинги, это может быть кислотосодержащие, ретинолсодержащие какие-то препараты, либо какие-то другие фотосенсибилизирующие там средства, как я уже говорила, допустим, нестабильная форма витамина С. Девочки, я вас задержала, но если есть вопросы, я готова на них ответить. И вам спасибо, Ирина, за внимание, за то, что уделили эти два с половиной часа. Коллеги, кого волновал вопрос пигментации, подробно ли я объяснила? Анна, мне очень приятно, когда мне задают вопросы, я могу помочь ответами, потому что, когда в свое время я искала ответы на вопросы, но некому их было задать, было печально. приходите к нам на обучение, смотрите наши вебинары, если у вас есть возможность посещать нас очно, рекомендую делать это очно, потому что всегда есть нюансы, которые подмечаешь, наблюдая за работой профессионалов, и потом хочется задать, пообщаться, что-то из опыта спросить, не всегда это получается на вебинаре. Вы можете записаться на очное обучение на нашем сайте, там есть раздел обучения, вы туда кликаете, где написано очный вебинар, там регламентированные места, то есть там определяются определенные квоты, потому что у нас такой конференц-зал определенную вместимость имеет, поэтому лучше онлайн запишитесь, накануне с вами будут связываться администраторы из нашего центра СЦДК и подтверждать актуальность вашей записи. Поэтому на сайте у нас путь, я надеюсь, подробно описала, посмотрите, все можно найти. Тогда благодарю вас за внимание, мне было приятно провести это время с вами, напомню, что у нас есть очные обучения и вебинары еще, и что ваш промокод будет действовать еще с сегодняшнего числа и по 11 число, вы можете приобрести продукцию с дополнительной скидкой. Тогда я с вами прощаюсь, до скорых свиданий. скидкой. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...